Сегодня попытаемся закончить все-таки уже книжку Эдмунда Спенсера. Напомню, это описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году, чтобы уже, как говорится, следующим эфиром добить его маленькую первую книжку и перейти уже к чему-то новенькому. А то все у нас Спенсер, да Спенсер. Я, наверное, в следующих эфирах, как Спенсера закончим, я хотел бы перейти к каким-то более коротким рассказам, чтобы у нас разнообразие все-таки было какое-то, не только. Вот мы взялись считать, а она большая. Мы за эфир не успеваем, так что будем продолжать. Ну, в общем, я сразу перехожу к делу. Вы, если какие-то вопросы возникают, пишите, я буду так просматривать, если что, ответить. Ну, и буду стараться комментировать какие-то непонятные моменты. Итак, у нас глава 18-я. Прошлые эфиры, если кто не видел, можете зайти в YouTube этнографики, есть ссылка, тап-линк в профиле у меня, там можно перейти в YouTube. И там я загрузил последние два эфира, часть первая, часть вторая, можно их в любой момент посмотреть. Если кто не видел, этот эфир тоже будет, потом соединим их в одно целое. Итак, глава 18-я. Эдмуз Сиппенсер у нас в этом месте уже добрался до Вардоне, он пытается, в общем-то, уже уехать из Черкесии, но у него не очень получается, и вот он параллельно своей попытке уехать, путешествует вдоль побережья в сторону Сочи. И описывает, что видит. Итак, миновав незамеченными линию русских пушек в Вардоне, напомню, здесь имеется в виду форт Головинский, скорее всего, в устье реки Шахе, мы вновь продолжили наш путь вдоль побережья. Путь значительно более приемлемый и менее мучительный для наших коней, и еще бы, что не более томительный со всеми его перипетиями, чем всякий иной, что лежит через внутренние области в Менгрелию, если учесть время, утерянное на подъем и спуск со столь многочисленных горных пряжей, большинство которых в дождливую погоду абсолютно непроходимы для коней. Конечно, здесь явно прослеживается старая дорога, что вела от Кубани через область Шапсугии и что, как утверждается, тянется до Менгрелии и Меретии, петляя по долинам, но так как эта дорога была в некоторой степени окольной, а черкес никогда не делал крюк путешествуя, невзирая на всякие препятствия, то мы не последовали по ней из-за нехватки времени, что я потратил на поездки, мною предпринятые вглубь края в сопровождении моего кунака. Во время нашего пути вдоль побережья горы в некоторых местах приближались столь близко к морю, что его волны омывали травы и деревья, как если бы мы двигались вдоль берегов внутреннего озера. Во многих местах становилось весьма очевидным, что в какой-то давний период дорога в Менгрелию фактически пролегала вдоль этого побережья. Это подтверждалось и тем обстоятельством, что скалы тут-туту-тутам были прорублены искусственным способом. Я знаю, что когда будет достигнуто мирное владение краем, одной из первых мер русского правительства будет строительство дороги вдоль побережья Менгрелию, которая, будучи завершенной, станет с учетом живописности ландшафта одной из самых красивых из тех, по которой мог бы пройти путешественник. Но при нынешнем положении дел, если эта держава и имела бы дорогу на этом побережье, охраняемую систему фортов, она не была бы безопасной, так как над ней господствуют высокие горы, покрытые непроходимыми лесами и зарослями, представляющими места для надежной засады местным жителям в ходе их настойчивой борьбы против страны, которую они имеют столь большое основание ненавидеть. Разве не должны мы после этого быть уверенными, учитывая характерные признаки местности и вражденности этого народа к самозванной власти России, что последняя должна совершить самый мудрый поступок, пока не стало слишком поздно, прекратить войну, тем самым хоть немного соглашаясь с общественным мнением цивилизованной Европы, демонстрируя хоть какую-то видимость человеческого чувства, скажем мы, раскаяния за множащиеся беды, что ее агрессивная политика и грабящая край армии причиняет безобидным жителям этих красивых плодородных областей. Войну, что неизбежно прорвотится в причину постоянного истощения ее казны и населения, покуда в Черкесии останется хоть один лес, хоть одна гора, способная служить местным засадой и укреплением для ее сынов. Здесь мы видим, как Спенсер опять не может сосредоточиться на описательной части и постоянно его скатывает, скатывает, скатывает вот эти вот философские отступления. Почему его немножко сложновато воспринимать, вот на привистости информации. То, что черкесы желают сформировать прочное правительство и вступить в ряды цивилизованных народов, очевидно уже из их настойчивых предложений принять их под опеку Великобритании. И сколь гордыми должны бы мы быть, обнаруживая, что не только те, коих преследуют за либеральные взгляды в Европе, бегут к нам, чтобы их защитили, но и гнетенные Азии обращаются к нам, как оплотят их надежд. И сколь трогательным, сколь патриотичным, сколь красноречивым является этот отрывок из Декларации независимости этого несчастного народа, в коей они упоминают Англию. Тут он имеет в виду, что как раз вот в те годы там первые какие-то попытки были со стороны убыхов отправить посланцев в Англию, что позже, в общем-то, и вылилось в создание парламента в убыхе, в Сочи создание делегаций в Англию, Францию, в Декларацию независимости. То есть, видимо, по лекалам Спенсера, то, что он здесь упоминает, в 50-х годах, через 20 лет после его путешествия, было как бы воплощено в жизнь вот эта вот попытка составить Декларацию независимости черкесских государств. Не позволяйте, говорят Черкес, о великой стране, как Англия, коей обращены наши взоры и воздеты наши руки, забыть о нас, когда в отношении нас творится несправедливость. Не позволяйте ей слушать уловки русских, оставаясь глухой в мольбе горцев Черкесии. Пусть она будет арбитром международом, прозванным ворусским, и тем, который на него клевещен. Вновь смелым языком людей, которые за желудом умирают только независимыми, они заявляют, мы свободны, мы сражаемся, мы побеждаем. Представитель императора, его генералы и командиры императора, провозглашающего нас в Европе своими вассалами, объявляющего на картах нашу землю своей собственной, недавно стали переписываться с черкесами не для того, чтобы помиловать нас за восстание, а договориться об отступлении 20 тысяч человек, окруженных нашими людьми, и заключить соглашение об обмене военнопленными. Наша поездка из Вардоне в Сучали, то есть из области Вардоне в Сочи, где мы и провели ночь, заняла большую часть дня. Расстояние между ними составляет приблизительно 25 миль. Здесь мы были приняты богатым узденем Адель Гери Ахметом, одним из главных местных командиров, который приветствовал нас с таким же гостеприимством, с таким же радушием, с какими нас повсюду одинаково встречали. Скорее всего, имеется в виду Ахмед Али. Ахмед Али, забыл, как его, имелия была. Владительный князь, который проживал как раз на территории Сочи, современного, прямо в центре у него аула, где современное ядро Сочи города. Во время нашего пути мы миновали маленькую бухту Мамай, Мамай-Кале, столь незначительными, что едва ли там могла служить гавань для каких-либо судов, исключая небольшие лодки местных жителей и турок. В Сочи, я увидел решительную перемену, произошедшую в обличии людей и даже в некоторых обычаях и нравах, заметно отличающих этих людей от жителей Нижней Абазии. Или более, правильно говоря, той части Черкесии между Джугой и Кубанией, которая населена главным образом Кабарда-Черкесами, то есть чистыми черкесами, поселившимися здесь в большом числе по той причине, что Кабарда находится в непосредственном близости от Владикавказской военной дороги, а также потому, что Кабарда не имеет таких же благоприятных условий обороны в высоких горах и мощных ущельях, как те, что существовали в областях Черкесии непосредственного побережья. Ну, чтобы вы совсем уже не запутались в этой каше, он имеет в виду, что вот тот район, где он раньше был, от Анапы до примерно реки Шахе, там, в общем-то, живут Шапсуги, натухаются черкесы, да, и там в чистом виде черкесский язык, черкесская культура. А здесь, в Сочи, он уже встретился с вот этим вот смешанным убыха, базина черкесским населением, строгий, строгий, язычим, да, и, естественно, он заметил, что немножко отличаются, все-таки, действительно, там и внешне одежда отличалась немножко, такая, больше турецкого стиля уже была и в кухне, то есть влияние со стороны турах Абхазии было сильнее в Сочи. И он это отмечает, эту перемену. Так, ага, везде эту перемену напоминали нам гибкая фигура подвижного и энергичного крестьянина, его черные волосы, рельефный нос, узкое лицо, более, последний в этой, как и в любой иной характерной особенности их внешнего физического обличия напоминает, скорее, наилучшие типы европейского населения. Черкесские рыцари не причисляют абазинские племена к своему семейству, считая их народом, оказавшимся под их властью в результате завоевания. Абазинцы называют себя Абсне, тогда как на русском, татарском и черкесском языках они именуются Абазом, а их соседи, грузины, называют их Абсакет. Предполагается, следуя древним письменным упоминаниям и преданиям, что абазинцы несомненно принадлежат исконным племенам Кавказа и когда-то являлись могущественным народом. Согласно грузинским историческим памятникам письменности, они управлялись своими царями, а в более позднее время оказались под властью владык Грузии, покуда черкесы, изгнанные из низменных областей, что расположены на берегах Кубани и на острове Тамань, потомками Чингисхана, не устремились в горы Абазии, откуда выгнали грузины и установили своего рода владычество над местными жителями, которые они продолжают сохранять по сегодняшний день, а почти все вожди из Денипа этой провинции заявляют о общем происхождении с черкесами, исключая тех, кто правит татарскими племенами, так как последние, согласно договорам, заключен с черкесскими вождями относительно татарских племен, обосновавшихся на Кавказе, все еще признают власть потомков их древних сультанов. Они, однако, обязаны относиться столь же почтительно, что и другие племена к любому черкесскому вождю, который может расположиться лагерем по соседству с ними, а также предоставить свою часть и войск для оказания помощи в общем деле. Примечательно, что абазинцы, несмотря на то, что долгое время находились под властью грузинских царей, а после оказались в зависимости от черкесов, несмотря на то, что несколько черкесских и татарских племен жили среди них столетиями, все еще сохраняют свою индивидуальность, все еще помнят то европейским или азиатским языком, даже с тем же черкесским за исключением немногих общих с ним слов. Вероятно, самая характерная черта кавказских племен, что, как я сказал, отличает абазинцев, это их индивидуальность. Она, несомненно, связана с обычаем, по которому за немногим исключением каждое племя роднится лишь собственными членами. Отсюда, будь то черкес, татарин, абазинец или любой иной, каждое отдельное лицо демонстрирует столь определенное сходство, что мы можем признать их детьми одной и той же семьи. Остальные племена, населяющие Кавказ, как то Лизгины, Ингуши, Осетины, Карачаи и так далее, это же грузины, к которым мы можем добавить и меретницов и мингрильцев, говорят каждый в отдельности на особом языке, присущим только им самим и заметно отличаются в своих обычаях и нравах. Это отсутствие единства в национальных чертах кавказских племен не только было причиной распространения вражды и раздоров среди них, но и существенно помогало России в осуществлении ее планов в разделе и властвии. Этот лозунг способствовал больше, чем сила орудий возможности этой державы установить необоснованную власть, что не она применяет в нескольких некоторых районах Восточного Кавказа. Власть, что местные жители уже едва терпят с небедованием сверху над возниками к тому благоприятная возможность. Голова 19. Оппозинцы были известны Страбону под их нынешним именем. Он описывает их как грабительский народ, как морских пиратов, разбойников на берегу. Репутация в значительной степени применимая к ним и сегодня, так как обычаем установившимся среди этого народа с незапамятных времен является ограбление чужестранца, вступающего на их землю, исключая случаи, когда тот снабжен рекомендательными письмами, дающими ему право на защиту со стороны вождя. И любое судно, кое ему случилось при статке к берегу, имеет не лучшую судьбу. Разве только у капитана есть схожего вида паспорт, или он может среди всех кавказских племен нет более свирепого, более враждебного к чужеземному господству, чем абазинцы. Кстати, тут возможно, что он еще и как бы их с убыхами смешивает. То есть он, видимо, об убыхах говорит, потому что абазинцев, наверное, не так много там на южном берегу было по сравнению с убыхами на тот момент. Так как они сами чуть было не были истреблены, покуда не подчинились черкесским князьям. Хотя физической силе они, несомненно, уступают геркулесовой стате и величественным виду последних, они, как говорят, превосходят их в проворстве, хитрости, ловкости и вероломстве по отношению к своим врагам. Превосходны всадники, быстроногие, они прыгают со скалы на скалу, подобные горным сернам. После подчинения их соседей-менгрелов и вторжения российской территории, пограничные племена, оказавшись в затруднении, часто присягали ей верности, намереваясь при первой же благоприятной возможности отречься от присяги, что они никогда не забывали делать. Так это поднимать массовые мятежи и убивать ее солдат. Действительно, они являются непримиримыми врагами России и поклялись, подобно их черкесским феодальным правителям, никогда не признавать ее власти. Решение, которое особая природа их края позволяет сполна исполнить. Борьба против такого народа, живущего в самых труднодоступных ущельях Кавказа, возглавляемого вождями, благодаря сильному характеру которых война приобретает свойства приятного времяпрепровождения, должна выглядеть безнадежной, особенно если вспомнить, же именаселяемые на Черном море не имеют ни одной бухты или небольшого залива, что могли бы считаться безопасной гаванью для торгового судна, исключая Джунгу, Питсунду и Сухумкале, но и они не являются таковыми в любое время года. Вследствие долгой власти черкесских князей над абазинцами, последние напоминают черкесов в своем одеянии и во многих домашних обычаях. Они, как и те, никогда не выходят из дома, не будучи полностью вооруженными. Мы не встречаем деревень и села абазинцев. Они селятся квадратами и кругами, образуя внутренние дворы для их скота. Как и у черкесов, эти поселения обособленно располагаются на берегах какой-то речки или в лес обильного источника, часто на склоне горы. Тут оно как раз указывает на типичные стили прибрежные поселения, то есть не скучные какие-то аулы, поселения, а хуторки, то есть где семья живет, старший, допустим, хозяин дома, его дети вокруг. Это вот дом с несколькими семьями, родовой. Потом там пространство обширное, допустим, пастбища и сады, и дальше следующий дом. И так вот на многие километры, то есть не в одном каком-то скучном месте, а стянувшись по всем долинам и окружающим склонам. Хуторки. Вследствие долгой власти Черкината, это я читал, извините, их жилища состоят из нескольких хижин для себя, гостей и скота. Снаружи и изнутри хижины напоминают уже мной описанные черкесские жилища, а в гостеприимстве и внимании гостю в искренности и преданности которого они заполучили свидетельство, абазинцы сравнимы с любым иным кавказским племенем. Прежними писателями ошибочная высказывалась мысль, что абазинцы являются кочевым народом наподобие татар. Мнение возникшее из того факта, что этот народ, как и другие горцы, имел обычай отгонять свой скот на вершины высоких холмов на несколько летних месяцев ради пастбищной травы и где сами абазинцы располагались лагерем в вылочных палатках, напоминающих татарские. Из-за гристого характера абазии поля здесь небольшие. Несмотря на это, у самого бедного крестьянина есть свое хозяйство, состоящее из пастбища для скота, земли для хлебопашества и леса, чтобы запастись топливом. Все это он огораживает аккуратным дышатым забором, отсюда эти фермы выглядят наподобие многочисленных небольших владений и не только добавляют колорит ландшафту, но и придают краю вид самого густонаселенного. Пахотная земля абазинцев обычно расположена на южном склоне холма, чрезвычайно плодородна, как и земли их долин, открытых лучам солнца, тогда как менее благодатные участки предоставляют достаточный подножный корм для их скота. В них обычные на Кавказе домашние животные, а кони равны по красоте своей тем, что встречаются в других провинциях. Однако порода коней у них похуже и используются они для перевозки грузов и в зенедельческих работах. Кстати, что вот не свойственно обычно было. Можно предположить, что такой край, как абазия, имеющий на юге выход к Черному морю, прекрасные горы, покрытые богатыми лесами, долины и ущелья с их журчащими реками, что являются обязательным дополнением высокогорного пейзажа и забилуют самыми романтичными и живописными сценами. В одном месте мы видим выступающие среди девственных лесов скалы и обрывы подобно многочисленным пирамидам во всех их гротесковых формах. В другом скошенные поля с группами маленьких хижин. Здесь речушки, устремившиеся с величавых возвышенностей. Подобно столь многим в этих краях маленьким водопадам, а там пышные луга и пастбище, покрытые стадами и отарами. Вновь нам подлежит лишь подняться на одну из этих изумительных гор, как с одной стороны перед нами открывается огромная протяженность Черного моря, а с другой величавый Эльбрус и Кенвари в сказочном великолепии своем возвышаются до самых небес. В данном случае Эльбрус и Казбек в Кенвари. Тут он, конечно, привирает, но дело в том, что на Кавказе такое было распространенное мнение, когда видели какую-то гору заснеженную, это называли Эльбрусом. То есть Эльбрус это в принципе любая заснеженная гора. И в данном случае он, допустим, мог видеть, скорее всего, плату Лаганаки с горами Афишт, Аштен, что называлось Эльбрус в его понимании. Одновременно созерцая менее высокие возвышенности, постепенно спускающиеся подобно гигантским камням для перехода к болотам Кубани и равнинам Мангрелии. Сколь сильно хотела взойти на Исполинский Эльбрус, чья колоссальная высота делала его похожим на стоп, воздвинутый, дабы поддерживать огромный небесный свод. Здесь никогда не ступала нога европейцев. Здесь масса вечного льда извергает тысячи потоков, что обогащает весь Кавказ перед нами, чьи самые низкие вершины на несколько тысяч футов выше прославленного Монблана. И каково же здесь поле, еще не открытое для изыскания будущих путешественников. Здесь можно увидеть самые величественные естественные возвышенности, что способны вдохновить человека или возбудить его воображение. Все это выглядит девственным, потрясающим, фантастическим и что способно более возбудить душу, чем созерцание этих изумительных творений всемогущего Бога. Прекрасное творение искусства или величественное сооружение могут возбудить восторг, насколько незначительными они являются в сравнении с изотчеством природы, ее пропастями, гигантскими массами скалы, ядняков и вечных снегов, отлитых во всех разнообразных красивых и гротесных формах. Охваченные нагрянувшим восторгом мы более не помнили лишений, усталости от путешествия и продолжали свой путь, забыв обо всем, кроме величественных сцен на Миссозерцаемых. Не следует также забывать, что эти горные вершины расположены в крае вероятно самым интересным полушарии с благодатным климатом, где ледники соседствуют с долинами и забилующими всеми богатыми продуктами и самыми отборными фруктами юга Европы. Эти поездки в несколько часов хватает, чтобы перенести путешественника из трежедмерного зноя, что выжигает землю Аравии, в холод, способный заморозить самые унылые просторы Сибири и, что сообща, производят бесконечное разнообразие в пейзаже и в продуктах природы. На каждом шагу обнаруживаются какое-то новое очарование, какая-то новая особенность. Не менее интересно, чем патриотизм жителей и их преданность к древним обучиям предков, их нравы и привычки и, вероятно, прежде всего, их необычайное сопротивление, что они оказывали в последние 50 лет одной из самых величайших империй. Так, дальше тут опять у него мысли пошли, куда там очередная фигня какая-то так. чтобы не утомлять вас теми опять его присуждениями. Так. Очень понесло опять. Давайте глава 20 сразу поймем. Религия абазинцев, как и религия почти всех кавказов и капказцев является смешением иудаизма, христианства и исламизма. Они почитают лишь одного Бога, как дарующего всю благодать и Котворца Вселенной. Весьма почитаются ими из-за предполагаемой способности быть посредниками между простыми смертными и Богом некоторые святые. Но кем такая способность последним дарована, они по собственному признанию абсолютно не знают. Заполучив эту традицию почитания святых от своих предков. Мы можем, как я думаю, рассматривать ее как реликвию католицизма. Человек, который католик, ничего у него на ум не пришло другого, как про католицизм начать разговаривать, хотя, наверное, скорее всего, не очень хорошо понимал, какой период обширный был православный религий на побережье Черкесское. Со спасителем и его божественными чертами они совершенно не знакомы, тогда как знают образ Моисея как законодателя и Ильи как пророка, взошедшего на небеса на обненной колеснице. И особенно отметим, что большинство кавказских племен в качестве дня отдыха трудов своих отмечают воскресенье, предпочитая его европейской и многопитанский субботи. Весной они соблюдают семидневные, а летом девятидневные посты, и подобное время отмечают Пасху. Их свадьбы, похороны, рождение детей и так далее сопровождаются почти теми же обрядами, что у Магометана. Все еще не руководствуясь предписаниями Магомета воздерживаться от потребления свинины, они высоко ценят мясо дикого кабана. Мало того, некоторые племена даже содержат стада этих нечистых животных, вероятно, в большей степени ради обмена с казаками и христианами Менгрели и Меретии, а не для собственного потребления, всегда стараясь, однако, особенно перед чужестранцем, коего считают ревностным приверженцем этой веры, играть роль добропорядочных магометан. Действительно, большинство черкесских князей и дворян, населяющих побережье, исповедуют догматы ислама, во всяком случае в той мере, в какой те внешне соблюдаются, и даже содержат в семье Мулу, время от времени распевающего отрывки из Корана на арабском языке, ни одно слово из которого ни он сам, ни его паства не понимают. Некоторые писатели считают, что судя по архитектуре руин древних монастырей и церквей, обнаруженных в Абазии и соответствующих тем, что были сооружены земли царицы Тамары в ее собственных владениях, что именно она где-то в начале 12-го столетия ввела христианство в садии кавказцев. Местные жители продолжают с большим благоговением смотреть на эти руины и чтят их в качестве неприкосновенных и надежных убежищ для преступника. Эти руины являются также объектом паломничества для тех ревнителей, коих хотели бы попросить у Бога какой-либо особой помощи или покаяться в преступлении. Абазинцы также похожи на черкесов в своей привязанности к священным рощам, где каждый воин в какой-то отдельной роще присваивает себе дерево, которое он украшает некоторыми трофеями своих побед, а также жертвоприношениями, свидетельствующие от его признательности Богу за полученное благо. Перед тем, как отправиться в сражение, все воины привыкли собираться в этих священных рощах, где самый опытный, самый мудрый и самый храбрый среди них старейшина берет меч и, ударяя им по престарелому буку, призывает своих молодых спутников к храбрым деяниям, упоминая имя противника, с коим абазинцы намереваются сразиться, убеждает их того или убить, сразить, уничтожить без всякого на то сострадания или покорно смотреть, как отбираются у них поля, захватываются в плены жены и сами они отказываются в сцепях. Затем, обращаясь к Беку, то есть старшиням. Он продолжает. Священное дерево ты была с незапамятных времен свидетелем исполнения этого ритуала нашими отцами. Они победили. Пусть их благословенные души парят над нами, их детьми и направляют наши битчи к победе. Если нападение готовится на русских, он заключает словами. Помните, человек, умирающий в этой борьбе, сразу же переносится в рай. Эта вера в счастливое бессмертие, когда они гибнут в сражении против России, имеет универсальный характер среди кавказских племен. Срубить дерево в этих священных рощах или лишить их висящих на них приношений считается богохульством, отвратительным преступлением и по закону человек, совершивший подобную кражу, наказывается смертью. Некоторые из этих священных рощ близ побережья время от времени вырубаются русскими войсками в ходе их продвижения через край, вне всякого сомнения в целях облегчения перехода войск, а так, чтобы разрушить убежище, откуда горцы могли бы без риска для себя совершать свои нападения. Черкесы, однако, смотрят на это действие с абсолютной мною точки зрения, считая его одним из развратных кощунцев, само собой, разумеется, содействующим многократному усилению ненависти суеверных людей по отношению к их захватчикам, коих они клеймят как нечестивых безбожников среди прочих презрительных эпитетов, какими их одаривают. Кроме этих священных рощ особо также почитаются некоторые родники, расположенные в глухих романтических местах, ибо этими прозрачными водами их отцы утоляли жажду и поили свои стада и отары. Следовательно, человек, оскверняющий из священности тех родников, загрязняя их или срубая дерево рядом с ними, навлекает на себя гнев за святотатство, так как горцы говорят, наши отцы, прибыв из опаленной пустыни, обнаружили благое пристанище под их освященные веками тенью. Мы уже сказали, что горцы Абазии уступают черкесам в своем внешнем обличии, но все же являются славными людьми и могли бы быть даже признанными красивыми в любой иной стране. Их черты демонстрируют смешанные выражения неистовой независимости и важности, хотя их нельзя назвать крупными людьми и никогда они не превышают среднего роста и с телосражением указывают на силу и энергию. Более яростные, чем у нас, взрывы чувства они демонстрируют без какой-либо попытки сдержать. Но, будучи необузданного нрава при гневе, они вскоре успокаиваются, если их побронят старейшими. По самой пустячной провокации вспыльчивый юноша, необузданный жизненными испытаниями, хватает за саблю, но никогда не использует против своего соплеменника огнестрельное оружие, так как оно предназначается для того, чтобы отомстить за кровь своего друга или для того, чтобы изгнать захватчиков из своей земли. Чужестранец, становясь впервые свидетелем одного из таких дуэльных сражений, которые, между прочим, нередки среди людей, ступчувствительных ко всякой обиде, мог бы сделать вывод, исходя из расстаченности схватки, что один из ее участников неизбежно должен погибнуть. Но ничего подобного не происходит, так как каждый отражает нападение другого с такой исключительной ловкостью, что в конечном итоге дуэлянты прекращают схватку совершенно измученными и обычно получив несколько царапин. Так как эти дуэли обычно проходят верхом на конях, ни один европейец не может даже отдаленно представить себе их проворство и необычное искусство, ими демонстрируемые в уклонении от смертельных ударов друг друга, наносимых с неистовцами силой и достаточными, чтобы свалить быка. Их устойчивое сидение в седле одновременное движение коня и всадника вполне могли бы породить миф о кентавре. Во время этих ужасающих дуэлей их товарищи взирают на происходящее с таким хладнокровием, как если бы они наблюдали игру в бадминтон. Но из всего того, что демонстрировали черкесы и чему я был свидетелем, метание джерида вызывало мне наибольшее удовольствие. Тем более, что это было любимым развлечением, коим они предавали в своих лагерях. Для этой цели сейчас разберемся, что такое джерида. Для этой цели собирается некое число сражающихся, принадлежащих, вероятно, двум разным местностям. Каждый сидя на великолепном боевом коне и вооруженный длинной крепкой белой палкой. По сигналу, данному их командирами, все они устремлялись в весь упор в погоню друг за другом, в то время как видны были летящие по всем управлениям палки. Однако, самое интересное и удивительное происходящего заключалось в ловкости, с которой они ухудрялись уклониться от ударов друг друга, схватить палку или поднять ту, что окажется потерянной, не соскакивая с коня и не теряя ни секунды. Если всаднику случилось оказаться без джерида, то есть, видимо палка имеется в виду. Или окруженным противником он начинает изгибаться и переворачиваться с энергией дикой кошки, дабы избежать нацеленного в него удара и спастись от позора разбитой головы. И вот, полностью укрывшись под брюхом своего коня, а затем распластавшись во всю длину на его спине и вновь наклонившись на бок, он наконец получает обратный джерит и в свою очередь становится участником нападающей стороны. Европейцу кажется почти невозможным, что человеческое тело способно принимать столь многочисленные и разные положения, но чего только нельзя добиться в результате упорных тренировок. Действительно, главным образом, благодаря этим спортивным играм черкесы и превосходят любой иной народ в искусстве верховой езды и тех военных упражнениях, что требуют быстроты и ловкости. Глава 21. Полигамия в соответствии с древними законами и обычаями абазинцев позволительна, но так как жену на Кавказе можно заполучить лишь купив ее, то, вероятно, по таковому соображению они обычно довольствуются одной. Своеобразное мышление. В противоположность обыкновению существующему мусульман, жена у черкесов является скорее спутником, чем слугой своего мужа. Тогда как жены и дочери черкесских князей, кои в большей степени следуют турецким нравам, живут в отдельных от своих повелителей жилищах и принимают у себя лишь врача или важного гостя. Крестьянин обитает в одной хижине со своей женой и детьми и не укрывает их от социального общения с соседями или незнакомцами. Что касается свадьбы, развода, воспитания детей, абазинцы соблюдают те же законы, обряды, церемониалы и так далее, что и черкесы. Женщины чрезвычайно трудолюбивы, пока их мужья заняты войной, охотой и боевой подготовкой, они исполняют не только домашние работы, но и производят ткань, шьют одежду для своих семей, следят за скотом, даже занимаются земледелием. Они, как правило, красивы, особенно молодые, которые ордеют румянцы и здоровье, приданным им бодрящим воздухом гор, бойки, простодушны и занимательны. Их прическа и головной убор напоминают моду черкесских женщин, им весьма подходящую. И подобно последним, абазинки вполне осознают преимущество привлекательной внешности и красоты лица, ибо представительница высших сословий никогда не выходит из дома без перчаток на своих руках, толстые вуали, дабы укрыться солнечных лучей, а в сырую погоду без высоких башмаков на деревянной подошине, дабы сберечься в самом деле. Кавказцы обоих полов должны быть крайне бедны, если будут без обуви. Как мужчины, так и женщины очень любят красивую одежду. Одеяние под первых украшено каймой из серебряной вышивки в изящном исполнении их жен. Серебряные и золотые орнаменты на их поясах и оружии сделаны с мастерством и оригинальностью, удивительными для европейцев, когда тот сравнивает их изолированное положение и простое образ жизни со столь искусным талантом их художника-изобретателя. Я сомневаюсь, что по своей закалке оружие имеет себе равное в Европе. Черкесские витязи, будучи великолепными знатоками оружия, обычно добывают себе мечи кинжалово-базинцев, в высшей степени искусных как оружейников. Проистекает ли это превосходство из природы кавказского металла или из высокого качества способа изготовления его, сказать я не могу, так как племена, производящие это оружие, живут на немалом расстоянии от побережья. Женщины, в свою очередь, украшают платья, напоминающие черкесские, каймой цветной вышивки дополняют свою одежду широкой вуалью белого или какого-нибудь тяного яркого цвета. Впечатлением от всего этого остается броским, но вполне подобающим. Цвет штанов указывает на то, является ли их владелица девицей, замужней или вдовой. Девственно белые носили девушки, красные та, что принимала на себя обязанности замужней женщины, а синие надевала несчастная или, может быть, счастливая, но пожилая женщина, пережившая своего повелителя. Так как эти племена, коим мы можем добавить всех кавказцев, чрезвычайно пристрастны к одежде, я придерживаюсь того мнения, что груз ярко раскрашенной шерстяной ткани, шелка или хлопчатого бумажного материала будет принят с жадностью и обеспечит в ходе обмена прибыль любому торговцу, как поставка пистолетов и двух стволов с затвором, коим кавказцы обдают предпочтение вместо своего огнестрельного оружия. Князья и дворяне абазинского происхождения не занимают такого высокого места, как черкесский аристократ, который в связи с этим присваивает себе преимущественное право не только над всяким иным племенем на Кавказе, но и соседних стран, утверждая, что ни один род не может быть столь знатным, если как когда-либо породнился семьей более низкого социального положения. И действительно, нет людей, столь сильно гордящихся своим высоким происхождением, чем князья Черкесии. В результате того, едва ли есть примеры неравных браков, ибо княжеский сын неизменно берет себе в жену княжескую дочь, а дворянин дочь равного с ним по званию человека. Но черкесский дворянин всегда равен по достоинству своему, следуя обучаями законам князю любого иного племени, народа или края. Мнение, сложившееся в Европе, что князья и дворяне черкесского происхождения продают своих дочерей, не обращая внимания на их социальный статус, туркам и персам, для игоремов абсолютно неверные. Обычно, как мне рассказали, когда слава о красоте какой-либо черкесской княжны достигает слуха какого-то восточного князя или государя, то начинаются переговоры с ее отцом за согласие отдать замуж его красавицу дочь. И только после того, как переговоры приходят к успешному своему завершению, отец получает, следуя восточному обычаю, в обмен на свою дочь большие соответствующие в случае подарки. Большинство девочек, продаваемых на базарах Константинополя и главных городов Малой Азии и Персии в качестве черкешинок являются или абазинками, или детьми черкесских крестьян, или пленницами, захваченными у соседних казаков или у тех кавказских племен, которые посевнули Россию. Абазинцы, подобно черкесам, считают презрением к жизни добродетелей и скорее убьют себя, чем примиряться с рабством, несчастьем и бессилием. Это чувство не является преобладающим... Так, секундочку. Тут все никак не гуманяться, и в WhatsApp всякую чушь карантинную ушли. Так, это чувство не является преобладающим боли среди мужчин, нежели у женщин, которые, часто не успев стать пленницами своих врагов, бросаются на острие их оружием. О нескольких таких случаях мне поведал атаман черноморских казаков, которого я встретил в путешествии в Крым-Татарии. Судьба незаконнорожденных детей была бы печальна, на Кавказе не будь этим людям присуща доброта, ибо по законам и обычаям почти всех кавказских племен те не только не имеют права на родовое наследство, но и абсолютно не связаны с кем-либо узами кровного родства. Следовательно, будь они проданы в качестве рабов, ни одна дружеская рука не выкупит их или умри они от руки убийцы, ни один родственник не отомстит за это деяние, и они даже могут быть преданы смерти своими незаконнорожденными братьями. Однако редко случается, чтобы с ними обращались столь сурово, и их законнорожденные братья из уважения к памяти своего отца часто делятся с ними оставленной им собственностью и защищают их в течение всей жизни. С другой стороны, если черкес не имеет детей от своей жены, он берет себе ее служанку, подобно Аврааму, и дети последовательно следуют от своего отца всю его собственность и все привилегии, какие-либо они являлись его законными отпусками. Таким же образом, незаконнорожденный сын черкесского князя или дворянина не может наследовать какую-либо часть собственности своего отца или часть его прав и титулов, покуда своей храбростью, красноречием и способностями он не завоюет для себя уважение своих законнорожденных братьев, обычно учтиво жалующих ему титул отца и с этого времени уважительно относящихся к нему как к брату. Но если даже он добьется руки княжны, униженность продолжает преследовать его отпусков, которые не могут владеть никаким одним титулом, кроме титула второразрядного дворянина. Когда человек умирает, то каковым бы ни было его положение, обычай отдает его жене управление всеми домашними делами, и она продолжает единолично ведать собственностью вплоть до своей смерти. После чего каждый сын получает свою долю, или собравшись вместе, сыновья договариваются совместно владения этой собственностью. При всем этом самая большая доля достается попровождение старшему брату. Если какой-либо сестре случится остаться незамужней, она становится подвластной своему старшему брату и составляет часть его наследства, а он обязан обеспечивать ее всем необходимым, покуда выгодно не отдаст ее замуж. А если его прекрасная подопечная молодая и привлекательная, то она является для него источником приобретения немалого числа скота. Но следует торопиться найти ей мужа, ибо черкесская женщина после 18 весьма значительно теряет свою цену. Законы против распущенности крайне суровы. Если человек обвиняется в совершении незаконной связи с замужней и незамужней женщиной, он привлекается к суду старейшин своего племени, которые редко, когда они наказывают его в соответствии с обстоятельствами совершения преступления, большим штрафом или вечным изгнанием. Обесчищенная жена, будучи возвращенной родителем, продается как рабыня, и только женщина разделяет подобную судьбу. Мужу также возвращается при данной, выплаченной за нее. Но случится, что речь идет о жене или дочери князя, коей тем самым обесчислили свою семью. Позор может быть смыт лишь кровью любовника, и, я думаю, в большинстве случаев кровью женщины. Столь мучительно переживается этот позор, что семья, на которой он навлекается, обычно переселяется в отдаленную часть Кавказа, чтобы там навеки укрыться от стыда из-за потери людского к неуважения. Брачный развод нередок. Когда это случается, муж обязан объявить в присутствии старших причин разрыва отношений, и если те не окажутся вполне удовлетворительными, то должен отдать достаточную компенсацию отцу за бремя, таким образом, на него взваленные. Если женщина выходит во второй раз замуж до истечения двух лет, возмещение убытков возвращается ее первому мужу. Нередко случается, как и в иных странах, что девушка, испытывая сильную неприязнь к мужу, избранному для нее и ее отцом, следует романтической преданности юноши, с коймой она уже знакома. В таких ситуациях она нередко убегает в лес и остается там месяцами, предпочитая согласию стать невестой ненавистного ей человека роль беглянки из родительского дома. Иногда также случается, что два разных воина оказываются плененными чарами одной и той же красавицы. В этом случае, вместо того, чтобы прибегнуть по любовному правилу, предлагающий наивысшую цену станет покупателем, они обращаются к дуэли и такого злоба, с которой соперники смотрят друг на друга, что они нередко даже прибегают к крайнему средству огнестрельному оружию. Победители, естественно, становятся мужем дамы. Если сын не слушает своих родителей или если его поведение кажется столь вопиюще плохим, что становится причиной публичного осуждения старшими, и если, несмотря на их порицания, он продолжает демонстрировать свое неповиновение отцу и законом, он навлекает на себя проклятия своих родителей и с этого момента становится изгоем общества, несчастным, которого избегают все, подобно Каинам, с клеймом, гласящим, что он человек, заслуживающий позора всего рода человеческого. Таковы эти и многие иные патриархальные законы этого необыкновенного и романтичного народа, сохранившего основы морали и суровое наказание порока, законы и обычаи исключительно хорошо адаптированные к столь первозданным в своих обыкновениях, столь далеким от ускорения цивилизованной жизни от ее потребностей, удобств и всей ее вернице пороков людям. И те, кто видел как они плывут по течению жизни, могут вполне изречь подобно философу. Человеку нужно немногие на земле, и чем менее он желает, тем больше его счастья. В патриархальном крае мы не встречаем роскошных экипажей и претензионных домов с их дорогой обстановкой и одетых в ливреи лакеев. Ничего, что вызывает зависть или возбуждает желание в Черкесе заполучить собственность своего соседа, так как за исключением звания и титула здесь едва ли есть хоть какое-либо незаметное отличие в положении крестьянина и его князя, ибо единственными отличиями в Черкесии являются происхождение, добродетель и героизм. А что касается их патриархальных обычаев, то даже все сдерживающие законы, когда-либо сочиненные человеческой изобретательностью, едва ли могли иметь больше удействия, чем страх перед родительским проклятием. Отсюда оно и редко провоцируется. Вследствие опасения отцовского отлучения мы и лицезреем среди этих людей, объявляемых нам их врагами в качестве дикарей, такие примеры сыновьего долга, которые могут заставить вогнать в краску вполне обученных последователей христианства. Отсюда ни один родитель не бродит от дома к дому, прося из неприветливой руки чужака хлеба, в коем ему отказал его ребенок, живущий, вероятно, в роскоши, и ныне переменчиваясь судьбой, вознесенной к богатству, и стыдящейся родства с несчастным и беспомощным существом, утверждающим, что он является его родителем. Но следует ли верить тем, кто клевещет на этот народ, вообще на кавказские племена? Кто представляет их ордами кочевников, не подчиняющихся законам грабителями, не имеющими какого-либо управления и суда, обращающими мечи свои против своих же братьев, злопоклонниками вероисповедания и безнравственными людьми в поведении? Народ, который никакая доброта не может укоротить? Народ столь вероломный, что никакой договор не способен его обязать? Народ, который не будет стесняться одной рукой убивать, в то время как другой предлагать хлеб и гостеприимством? В противном случае мы бы радовались перспективе приведения его под власть какой-либо цивилизованной державы, сколь бы сильно это не нарушило равновесие между странами. Но сколь же иным является истинный характер этого народа, описанный мною по предписанию истины, положение, а благодаря тщательности, с которой я полагался не только на свои наблюдения, но и на утверждение тех, кто долго жил среди него. Помимо того, я хотел бы спросить у непредвзятого исследователя человеческих устремлений, в какой степени возможно существование столь совершенно варварского по мнению России народа, народа, не подчиняющегося законам и представляющего собой гражданных бандитов? Почему по причине взаимных войн, что он вынужден вести полстолетия, стало возможным, что самый плодотворный и самый густонаселенный в мире край превратился в пустыню? Такие дела. Глава 22. Наша однодневная издавная взморья между Сочи и Адлером Сучалием тут пишет, была долгой и утомительной. Заняла у нас полных 12 часов, включая часы полуденного отдыха и составила, возможно, 35-40 миль. Когда мы берем во внимание характер, по которой ехали, грунта, состоящего большей частью из гальки и морского песка, то тут-то там встречает мых неровных возвышенностей, что приходится пересекать, мы не можем считать это плохой однодневной ездой на коне. Подобное описание ландшафта могло бы быть лишь повторением того, что я уже сказал. Пейзаж был, однако, более разнообразным, представляя, в дополнение к привычным очертаниям зеленеющих гор, извилистых речек, плодородных долин и величественной бескрайней глади Черного моря, более отчетливо очерченную панораму покрытых снегом горных вершин, под ножи которых мы теперь какое-то время и шли, ибо этот громадный хребет, начинающийся ущелье Ягра, непосредственно на побережье близ величавой парфировой горы с примыкающими к ним неизвестниковыми скалами. Другая цепь гор, простирающаяся до Анапы, в виде убывающих в высоте своих горных плоских возвышенностей, не считается русскими геологами в качестве образующей части Эльбрусского хребта, по причине чего я не смогу сделать вывод, что она является с позволения сказать нижним ярусом одного и того же величественного здания, представляющего собой комбинацию первозданных вулканических известняковых скал и то тут, то там расположенных парфировых, сланцевых или гранитных гор. Мы были разочарованы в своей надежде обнаружить судно в небольшой бухте Адлера, готовое перевезти нас на турецкое побережье, так как столь неистовым был прошедший шторм, что ни один из многочисленных маленьких турецких торговых кораблей, что прибывает к морскому берегу Черкесии, до сих пор так и не появился. Не заметили мы в течение всего нашего пути ни одного русского военного судна. Они, несомненно, все еще уютно укрывались на якорной стоянке в каком-нибудь спокойном и защищенном о штормах убежища. Однако мы рады были встретить в Адлере друга местного вождя, сопровождавшего нас в свой дом, расположенный приблизительно в двух милях от побережья и угостившего нас с истинным черкесским гостеприимством. Здесь мы увиделись также с несколькими другими князьями и леденями соседних племен вместе с Курчок Али, кузеном моего юного друга Безрука, сыном одного из вождей Баракаев, Баракаевцы имеются в виду, воинственного племени, живущего в той части Снежных гор, где ход слаба и их притоки начинают свое течение. Эта область называется черкесами Шикилбулуком и простирается на расстояние двухдневной поездки через внутренние от Адлера территории. Говорят, что отец его является одним из самых храбрых князей и одним из самых решительных противников России на Кавказе. И если нам дано судить по обличию сына, он, похоже, имеет достойного наследника. Он в самом деле был изящным, благородно выглядящим малым и со взглядом подобным тому, что имеют горные орлы и облаченным, подобно имим абазинским князем, в полные доспехи, что соответствует общепринятому на Кавказе правилу, когда встречают важных гостей. Он демонстрировал военную выправку, что, вероятно, была у какого-нибудь древнеримского воина во времена величайших триумфов в этой державе. Так как наш хозяин живет близ русских крепостей Пицунда, Бамбора и Сухумкале, у него и его племени вместе с союзниками Кубиханами, Кизилбегами, Беслинеями, Беззубехами, Беззубехи, Беззубехи, странно, и так далее, может, Бжедуги имеется, да, мало времени для покоя, так как они постоянно заняты отражением вылазок гарнизона в поисках провизии фуража и воды. Он развлекал своих братьев-князей повествованием в деталях о разных своих схватках с врагами и ловушках, с помощью которых ему удалось завлечь и захватить их. Он, казалось, смотрел на близкое соседство с ними с той же невозмутимой решительностью, что и опытный охотник на загнанного льва, ибо скалистые лощины его края в любое время обеспечивали ему и его племени безопасное укрытие от всякого серьезного нападения, образуя укрепления, откуда они могли удобно производить смертоносные выстрелы, оставаясь в абсолютной для себя безопасности. Он вырвал траншеи вокруг маленького села, в котором проживал со своими вассалами и защищал их парой латунных пушек, захваченных у русских и несколькими железными гаубицами, им самим сделанными, изобретением, которым он немало гордился. В дополнение к этому он также укрепил каменными стенами некоторые узкие ущелья, но порох порох был в недостатке и желаемым. Со времени более строгого осуществления блокады черкесы стали покупать этот товар у крочаев, или, как черкесский князья именует их, Каршага-Кушха, черные татары, чьи горы предоставляют в изобилии серу и селитру. Их порох превосходен и обладает большой силой, но из-за сутрудненности перевозки его через снежные горы черкесские воины предпочитают, исключая случаев срочной необходимости немедленного применения, добывать порох у турок в обмен на продукты. Человек повсюду одинаков, и как только наступает какой-либо перерыв в привычной рутине дел, нужда в порохе заставляет его производить требуемый продукт или какой-нибудь действенный его заменитель. С течением времени, вне всякого сомнения, кавказские горцы будут производить для себя достаточное количество пушечного пороха, не полагаясь на поставки турок, так как край забил сырьем для его изготовления. А что касается соли, кроме длинной линии побережья, которую они продолжают вводить на Черном море, я указал несколько соляных источников моим черкесским друзьям, которые могут при должном умении справиться с делом в достаточной степени удовлетворить потребности соседних племен. Вместо соли те привыкли приправлять свою пищу шху, своего рода кислым молоком. И что интересно, хотя многие племена редко употребляют соль, используя шху, их здоровье, как я уже упоминал, ни в малейшей степени не расстроилось. Но такой народ, как черкесы, столь страстно преданы конным упражнениям в войне и охоте, а во время передышки от них присмотрают за своими отарами и стадами вкупы с домашними приготовлениями, находят мало свободного времени заниматься обработкой земли и ремесленничеством. Так как все они, князья и крестьяне, принадлежащие им плотники, строители и обойщики, считают эти занятия унизительными для чувства собственного достоинства черкесского воина. Хотя они находчивы, деятельны и умны, любой совет или предложение данным человеком более знающим, чем они, как правило, возымают свои действия. Отсюда, со всей вероятностью, можно предположить постепенное усвоение и начал цивилизованной жизни. В Адере мы нашли несколько поляков и русских, дезертировавших из гарнизонов лишь несколько дней назад. Они выглядели вполне довольными своими новыми друзьями, но местные жители, напротив, не выказывали такой же радуши, опасаясь, что среди них притарился волк в овечьей шкуре. И дабы обезопасить себя от подобной угрозы, вождь готовился отправить их по строю и охраной к своим собратьям во внутренней области края. Эти дезертиры обычно использовали в земледельческих работах или в качестве ремесленников, покуда, женившись на местных урожанках, не обретали права полноправных членов общества. Или благодаря длительному хорошему поведению не завоевывали доверие черкесских командиров. Или не добивались поддержки какого-либо князя или местного жителя, кои стали бы гарантами их верности. После того им разрешалось принимать участие в более почетном военном деле. Эти люди, как я о том же говорил, крайне подозрительны к чужеземцам. Частью по причине своей природной склонности к недоверию и частью потому, что они неоднократно были обмануты мнимуми дезертирами, кои прознав о местных укреплениях в качестве войск и оборонительных возможностей горцев, возвращались к своим товарищам, а информация, ими собранная, часто приводила к фатальным последствиям для слишком доверчивых местных жителей. Отсутствие доверия таким образом порожденное является наиболее прискорбным, ибо большинство дезертиров оказываются людьми достаточно талантливыми. Непокорные поляки, принужденные служить в русской армии, или уроженцы России, признанные виновными в том, что придерживаются мыслей, неодобряемых правительством, призывались в Кавказскую армию, что означало своего рода ссылку, и как и следовало в таких обстоятельствах ожидать, они превращались в самых неприверимых врагов России. Несколько странно, что из числа поляков, но не странствующих без родины, без дома в Англии, Франции и других странах, кормясь с жалкой пищей, предоставляемой из великодушия, несмотря на то, что эти люди, отмеченные талантом и храбростью, ни один, имеющий высокое положение, все еще не нашел свой путь на Кавказ, пристанище исключительно пригодным им для сражения против давнего и непримиримого врага. Если бы лишь малое число этих людей приехало сюда и добавило свои знания, опыт военной тактики к мужеству этого народа, то через несколько лет поляки смогли бы перенести войну в самое сердце России, ослабить возможности ее правительства и, вероятно, в конечном счете преуспеть в освобождении своей страны. К этому мы можем присовокупить без всякого сомнения то, что однажды одержав победу, они могли бы обрести в качестве союзников донских и кубанских казаков, многие из которых признают общее свое происхождение с поляками, а события последних лет показали, что казаки колеблются в своем верноподданстве. Кроме того, не существует никаких затруднений в получении рекомендативных писем у друзей Черкесии в Константинополе и даже ближе к дому к некоторым вождям. А опасность добраться сюда, если они действуют лишь с обычной осторожностью, не более чем страшилка, ибо в хорошую погоду и при попутном ветре маленькие турецкие суда способны проплыть от Требзона или любого иного порта в Азистане до верхней Абазии менее чем за 24 часа, не считаясь с русской блокадой. Не вызывает ни малейшего опасения и попытка поездки вглубь территории через турецкую границу в Гурию и Менгрелю в Черкесию, ибо это привычный путь зимой или когда сильные ветры препятствуют кораблям приблизиться к морскому берегу, путь армянских корабельников и иных путешественников в Черкесию, так как русская граница в этом месте неважно охраняется даже во время распространения чумы. Это проистекает из того, что здесь в действительности нечего охранять и нет нужды снимать войска с театра войны на Кавказе. В дополнение к этому здесь едва ли существует какого-либо общения между бедными лазами на турецкой стороне и ними не несчастными гурьевами на русской, а сама мысль враждебного нападения в настоящий момент армии ослабленного турецкого монарха на его чадного союзника и покровителя является химерой. Как бы то ни было, подобная поездка должна бы быть предпринята осенью или зимой, дабы гарантировать полный успех и обязательно в сопровождении как араинского еврея и армянского корабельника лицами, обладающими большей свободой и привилегией в их странствиях по русским владениям. Однако им не следует слишком доверять, ибо они совершенно и все без исключения корыстны. Эти люди обычно говорят на трех или четырех языках, находчивы и практичны, но хитры, любопытны и строят козни. Благодаря торговым сделкам с жителями Кавказа эти люди лично знакомы с многими влиятельными вождями различных племен и что в равной степени важно для того, чтобы быть проводником хорошо знают пути и тайные маршруты. И проистекает ли это из опасения потерять весьма прибыльную торговлю, что они ведут с черкесами, или из страха лишиться своих голов, я не ведаю, но говорят, что они иногда никогда не предают черкеса, с коим у них сложилось инстинктивное взаимопонимание и симпатия. Со своей стороны горец всегда радушно принимает человека с тюком, приносящему ему не только приятные безделушки для жены и вечерей, но и всякого рода многочисленные пересуды о великолепном в Стамбуле, городе-городов, обиталище всего того пышного, прекраснейшего и богатого, что он может себе только вообразить. Безопасность поездки через внутренние области Мангрелии, Меретии и Гурии пресекает из того факта, что власть России в этих провинциях крайне ограничена. Эта держава хорошо понимает, что любое посягательство на свободу таких людей, столь упрямых в сохранении своей независимости и столь легко возбуждаемых мятежу, как ее подданные во вновь обретенных провинциях, может поставить на карту потерю власти, которую, вне всякого сомнения, эти воинственные орды постараются свернуть при малейшем побуждении. Поэтому Россия, как хороший политик, действует осторожно и до сих пор не делала попыток строго навязать свою сложную систему паспортов, фискальных законов и карантинных правил и так далее. Не наводнила она край и армии гражданских служащих. По этой причине рекомендованный вождям человек, если только он воздерживается от посещения селблиц укрепленных мест, может спокойно путешествовать по всей Меретии, Менгрелии и Гурии при условии, что его сопровождают в качестве проводника местный житель. Причем сделать это можно со значительно меньшим риском, чем в случае, когда он охранялся бы русским эскортом. Гарнизоны крепостей очень осторожны, дабы не рассердить людей, препятствуя путешественникам, задерживая их как пленников по подозрению и так далее, ибо подобного рода действия уже проводили к кровавым стычкам с местными жителями. Когда горцы Кавказа будут покорены, если подобное событие все же свершится, то не может быть сомнения в том, что произойдет полная смена системы правления ныне, сохраняющейся в этих провинциях. Затем мы увидим, как о том иллюстрируют события в Крыму иных, вновь обратенных России владениях, что несуровое патроналистское правление глав родов и старейшин сменится тиранией и деспотизмом. Феодальные права ныне существующие аннулируются, привилегии у людей будут отобраны, а сами они станут жертвами беспощадных поборов исполнительной власти, состоящей из бедных проходницах, чьей единственной целью окажется богатствая власть, но рабственная сила народа будет за несколько лет разрушена. И действительно, эти красивые плодородные провинции, находящиеся сегодня на самом пороге театра войны, населенные народами, колеблющимися между их лояльностью к России и решимостью присоединиться к горцам, не имеют почти никакой ценности для этой державы. Напротив, они не только бесполезны, но и являются причиной постоянного источения ее казны из-за необходимости содержания большой постоянной армии и гарантирования верноподданности разным влиятельным вождям и старейшинам с помощью дорогих подарков, ежегодно им преподносимых, кое те в своем простодушии считают пожизненной данью. В дополнение к неблагоприятному положению, с которым Россия вынуждена бороться, управляя людьми, чуждыми ей в своих обычаях, нравах и языке, их вожди, князья и старейшины главным образом черкесского происхождения и обладают всеми феодальными правами. Восстание в Менгрелии или в какой-либо иной из провинций на востоке Кавказа могло бы уничтожить ее власть полностью. Клемена, обитающие в возвышающихся частях грузинских провинций и меретий в Менгрелии, гудомаккарейки, кефсереты, пшавы, туши, тушницы, нитхетхи и многие иные кистинского истинского происхождения никогда не были потеряны и все еще тревожат русские войска в узких ущельях и на редко посещаемых дорогах, что ведут к этим провинциям. Эти племена, прозванные русским правительством бандитами, говорят, связанные клятвой, передаваемой от отца к сыну, никогда не покорятся власти вечного восточного врага. Это во многом так, ибо ни один путешественник, именующий себя русским или имеющий удостоверение, полученное от этого правительства, не осмелится проехать через этот край, не будучи охраняемым большим эскортом, так как, несмотря на то, что эти районы не столь креплены ущельями и опасными перевалами, как Западный Кавказ, все же повсеместно покрыты густыми лесами и изобилуют крутыми неровными скалами, пщерами и горными долинами, так что один отряд мародеров, хорошо снабженный боеприпасами, способен разгромить половину армии, покуда, оставляя ее часть, успеет обнаружить скрытые позиции врага. После разгрома Янычар и после прекращения гражданских войн в Персии, многие объявленные незаконно бодлицы именно здесь нашли для себя пристанище. Эти люди, вместе с недовольными русским правлением Грузии и других восточных провинциях Кавказа к ним примкнувших, в последние годы усилены враждебность местных жителей. И русский офицер сказал мне, будучи вреду Ткале, что они, не колеблюсь, убьют его соплеменников лишь потому, что они русские. Он также присовокупил, что если все кавказские племена страстно желают освободиться и установить власть князей со своими национальными законами, он весьма сомневается, сможет ли какая-либо держава, каковыми сильными и энергичными ни были ее действия, преуспеть в действительном их покорении после стольких лет мучительных испытаний, ибо почти каждое племя в Восточном Кавказе, неоднократно щедро одарено в ходе признания русского правления, все же при первой предоставленной благоприятной возможности никогда не отказывалось поднять восстание и устроить резню войск. Только лесги не находились в состоянии войны с Россией более целого столетия. Эдмунд Спенсер Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году Эдмунд Спенсер Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году Продолжаем читать. Вторая книга большая Эдмунда Спенсера. Глава у нас следующая, номер 23. Тут Спенсер продолжает Описание своей поездки уже покидая Адлер дальше на восток. Покидая Адлер мы заполучили пополнение к нашему отряду в лице Курчок-Али молодого паракаевского вождя и его лиц в сопровождении кое совершив объезд дабы посетить своих союзников теперь отправились в путь, намереваясь согласно местному обычаю встретить карачаевскую княгиню помолвленную невесту брата Курчока-Али. Горы теперь достигали огромной высоты. Снег покрывал некоторые их вершины в то время как на их склонах простирались леса окуная похожие на перья ветви деревьев в пречку что омывало их подножье. Вид местности тоже изменился становясь более суровым и обнаруживая малое присутствие населения. Мы продолжали наш путь вдоль отлогова морского берега покуда не достигли маленькой речки Катох. Затем следуя по ее неровным берегам направились во внутренние области и провели ночь с одним из вождей племени Бессубех, чьи владения простирались до Сухумкале. Мы частично уклонились от этого пути дабы не столкнуться с каким-либо из русских гарнизонов в Пицунде, Бамборах и Сухумкале крепостях, которые обеспечивают России полное господство над этой частью побережья. И частично потому, что это был самый близкий путь в Амеретью и Грузию. Место назначения вождей образующих наше сопровождение тоже согласившихся с уместностью наше решение уклониться от Менгрельского побережья и направиться вглубь провинции. Во всяком случае, выбрав этот путь, мы были уверены, что гостеприимно будем приняты местными жителями и хотя до сих пор они, как и эмеретинцы, оставались безучастными в борьбе горцев с Россией, все же глубоко сочувствовали судьбе храбрых черкесов и помогали в их усилиях снабдить себя военным снаряжением и солью для скота. За эти добрые услуги благодатные горцы воздерживались от упастошительных военных действий на равняных Менгрелии, что было бы легче легкого при их умелом владении всеми горами, что господствуют над этой провинцией. Проникнув на 7 или 8 миль во внутренние области, мы покинули берега Катоха и, избрав юго-восточное направление, прошли через глубокую расселивную в холмах, явно являвшуюся высохшим руслом какого-то потока, покрытым круглыми камнями. Этот путь вел через изумительный горный кряж в долину Фандра, омываемую маленькой речкой с тем же названием. По причине близости снежных гор к Черному морю, в этой части Абазии ни одна из ее рек не является судоходной даже для самых маленьких суденышев, будучи всего лишь речушками в хорошую погоду, но превращающимися в стремительные горные потоки во время долгих дождей, они, однако, очень важны горцу, так как берега представляют собой пастбище и луга, а их воды питье для скота во время летних знойных дней. Здесь мы встретили корчавскую княжну с кавалькадой рыцарей и прекрасным данным ее сопровождавших приблизительно из 20 человек, кои все без исключения выседали на конях и, естественно, были хорошо вооружены, даже женщины хранили у себя за поясами пистолеты и кинжалы. Княжна и ее главные служанки были одеты в ярко-красные накидки, отделанные золотым кружевом и в широкие шляпы, загнутые на челе с помощью ленточек из золотой тесьмы и пуговиц и украшенные тут и там золотыми монетами. Накидки во многих местах были отмечены печатью почтенной древности, схватанные кусочками более яркого цвета. Они, вероятно, были фамильными ценностями и в течение столетий и по какой-то суеверной причине никогда не носились, исключая случаи, подобные нынешнему, предусматривающему больше, чем обычную демонстрацию восточного великолепия. Однако это не было результатом бедности или какой-либо нехватки одежды среди этих людей. Именно на всем Кавказе они славились производством носимого ими одеяния. Княжна отличалась от своих юных спутниц лишь огромного размера ярко-красным черпаком, покрывавшим ее лошадь, концы которого почти достигали земли. Он был пышно украшен золотой вышивкой и выглядел из-за своего возраста столь же заслуживающим почтения, что и мантии вместе с шляпками. Дворянин скачет то с одной, то с другой стороны лошади своей госпожи, особо заботясь, чтобы животное не испугалось и не сделало одневерного шага, могучего создать угрозу жизни его ценной ношей. То было, однако, весьма излишней мерой предосторожности кто из благородных рыцарей и сопровождавших не сидел крепче в седле, чем сама прекрасная княжна. Некоторые присутствующие лица мужского пола были нижних чинов, в дополнение к обычному вооружению насильным угрцами были вооружены топориками с целью вырубки кустарников, что могли мешать продвижению кортежа и составлению плотов, на которых можно было бы переправить дамы их багаж через реки если то кажется необходимым. Среди всего этого великолепия и сословной парадности в немалой степени лепым было увидеть запасы продовольствия, состоящие из ячменя и другой муки в мешках, бутылей со шху и с ломолоком, бараник лопаток и ног, свисающих с их седельных лук. Княжна и ее главные служанки покрыты были широкими прозрачными вуалями, кои совершенно не были предназначены для того, чтобы скрыть взорой хорошенькие лица, ибо за исключением одного или двух из них остальные большей частью были открыты. Возможно, что лишь старые или некрасивые воспользовались муслимовым покровом, в то время как остальные были действительно красивые, особенно Княжна, чья прекрасная наружность и живые возвышенные черты лица позволяли нам воочию представить себе древнюю амазонку. Выражение ее лица было весьма отличным от женской привлекательности, что характеризует красавица в нашей собственной стране, будучи скорее обличчем той, что могла бы править царством, командовать армией или предать мир огню. Я не мог достаточно налюбоваться обходительным поведением красивого юноши, посланного его братом, дабы сопроводить свою невесту к ее будущему дому. Он соскочил со своего коня и, почтительно приветствовав ее в тех хороших манерах, что могли бы оказать честь любому из числа самых галантных средневековых рыцарей, вынул свой меч и приступил к долгой, смею заверить, яркой речи, но так как она подверглась двойному переводу, то я сомневаюсь, что ее смыслы и ду соразмерно тому пострадали. Он начал с прославления ее красоты, сравнивая ее глаза с бриллиантами, ее щеки с розами из Персии, а ее фигуру с грациозной антилопой. Не забыл он произнести в Панигирике также добродетелем храбрости жениха, то есть своего брата, число врагов, которых он сразил в бою, мужество отрядов воинов и сородичей, называющих его своим повелителем, плодородию края, что она собирается принять как свой собственный, и обширным отарам и стадам единственной, хозяйкой которых она должна была стать. Затем, обратив острие своего меча по очередно в четыре стороны света, поклялся, что сможет благополучно защитить ее, даже ценой своей жизни и жизни его партнеров и в такой потребуется до тех пор, покуда не передаст ее своему брату. На это заявление весь отряд ответил громкими возрастами одобрения. Данная сцена в ходе этих прозаичных и скучных дней была одновременно столь романтичной и непривычной, что я едва мог заставить себя поверить в ее реальность. Она выглядела тем более необычно, что, несмотря на дикий воинственный кочевый образ жизни, который придерживался замечательный народ, поведение всех присутствующих демонстрировало учтивость и любезность восхищались бы в самых изысканных кругах цивилизованного общества. Действительно, даже талантливые актеры не способны изобразить нам столь одинаково точно и ярко то, что мы склонны считать обычаями феодальных рыцарей, существовавшими вышедшие от нас времена рыцарства. Не было напряженности в действии, отклонения от естественности, попытки до абсурдности спародировать страстность. Учтивость, демонстрировая в их поведении друг к другу, являлась результатом доброты, яркая выразительность в их живых лицах исходила из неподдельного чувства, а их пылкое красноречие гласило не о заранее продуманной напускной любезности, а об искренности. Их предложения о защите и покровительстве не являются пустыми звуками, а исполняются с такой правдивостью, которая убеждает в отсутствии у них притворства и лицемерия. В то же время, романтичный характер окружающей местности ничуть не уменьшает необычную живописность сцен. Покрытая снегом гора, темно-серая выступающая скала, глухая пропасть, плодородная долина со стремительно горной рекой, величественные лесные деревья. Не должны не забывать крошечную хижину горного пастуха, окруженную его тарами и стадами. И все это удивительным образом контрастировало с группами воинов и амазонок, поседающими на своих поднявшихся над дыбых скакунах. Здесь мы увидели яркий блеск стального шлема, обожженного солнцем воина. Там броски головного бот прекрасной девицы, окрашенной румянцем здоровья. В одном месте шлем из блестящей меди, а в другом шапка все это вместе с загорелым крестьянином в его тюрбане из овчины, дополняло картину и производило впечатление, которое, одаренный богатым воображением художник, способен замыслить, но ни один язык не может описать. Глава 24. Тут он уже в Карачае пошел. Так как карачаевские племена относятся к числу самых интересных и удивительных населяющих Кавказ, вероятно, угодно моим читателям могут оказаться немногие касательные подробности, тем более, что их история вообще почти не изучена, а некоторые средневековые и более современные писатели пытались даже доказать, что они и венгри произошли из одного общего начала. Хотя они говорят на диалекте татарского языка и считаются принадлежащими этому племени, никоим образом не прославленному красотой Карачае относится к числу самых привлекательных житих Кавказа, более напоминая своими прекрасными фигурами, светлыми лицами, черными глазами и правильными чертами черкесов, чем любое иное непретендующее на родство с последними племенами. Действительно, они именуются остальными татарскими племенами Карачае, Карачеркесами, черными черкесами. Однако это имя проистекало не из их цвета лица, а из края имя населенного, частично расположенного на берегах Карасу, или Карачае, черной речки. Этот народ, подобно многим именам кавказским племенам, заимствует или дает собственное название близким к нему рекам. Черкесские князья не признают какого-либо родства с Карачаями, отличая их от остальных татарских племен, лишь как Каршага-Кушха татарские горцы. По причине близости их к краю к Большой Владикавказской военной дороге они неоднократно посещались русскими агентами из числа последних наиболее обстоятельных по сравнению с другими описаниями их обычаях и нравов был господин Клапрот. От него мы узнали, что они населяют Мингитау, территорию, лежачую у подножия Эльбруса к северу омываемую верхней Кубанью, Карачаем, Тибердой и иными небольшими речками. Крайенаселенный Карачаем является гористым, забилующими ущельями и с любой стороны труднодоступным. Это обстоятельство было в 1829 году использовано России как предлог просить у черкесских вождей Западного Кавказа позволение провести армию через их владение от Нижней Кубани до Карачая с намерением наказать жителей последнего, кое похоже предоставили этой державе реальный и ненадуманный повод для себя обижаться. Россия могла справедливо сослаться, как мы предполагаем, на грабительский нрав в Карачаев, но из всего того, что я смог узнать и особенно из последующих событий, это не являлось главной целью экспедиции. Черкесские вожди в своей доверчивой простоте, подкрепленной для всякого сомнения обидной и благоразумной раздачей ценных подарков, согласились на проход русских войск через самый центр своих территорий от одного края до другого, но дорого, очень дорого заплатили они которые обещают лишь для того, чтобы обмануть. Россия таковым способом обретшая желаемое точное знание внутренних областей края, его путей и ущельев, а также силы и возможности его жителей ныне сбросила маску и с этого рокового часа война и пролитие, насилие и грабеж привели в запустение Западный Кавказ. С этого времени мы в самом деле можем датировать начало исполнения давно вынашиваемого плана покорения всего Кавказа. Так и несмотря на то, что Россия уже давно дала войну с кавказскими племенами, до 1829 года они большей частью ограничивались обеими частями Кабарды и провинциями, близкими к Каспийскому морю. Если мы исключим незначительные, хотя и частые стычки в течение последних 50 лет между черноморскими казаками, обосновавшимися на правом берегу и черкесскими племенами, живущими на нем берегу Нижней Кубани. Последующие сражения между Турцией и Россией за обладание фортами на черкесском побережье, всегда вовлекавшие в ссору соседние племена по причине их тесной близости и союза с Таманской портой не могут рассматриваться как вторжение России на черкесскую территорию, если вспомнить, что эти форты или скорее торговые склады были построены Турцией в соответствии с условиями соглашений, заключенных с местными жителями, по поводу которых мы уже до того говорили нашим читателям. Теперь мы продолжим свой небольшой очерк о нравах и обучаях карачаевских племен. Согласно Клапроту и другим путешественникам, посетившим северо-восточную линию Кавказа, этот народ, вероятно, был одно время весьма многочисленным, могущественным и независимым. Их князья, являвшиеся одинаково интеллектуальными и высокоцивилизованными, проживали в Маджаре, городе не менее знаменитом, чем великолепие его архитектуры своими размерами. По следам азиатских историков, этот город достиг зенита своего процветания в начале второго столетия после Хиджары. Альба Феда упоминает его в своей географии, написанной в 1321 году, под названием Кум Маджар, являющимся соединением названием Кум Маджар. Этот древний город располагался на левом берегу реки Кума, именуемый под Улимеем Удоном. После постепенного убывания вод Черного моря и Каспийского, а также всех рек, что несутся через них свои воды, Кума, которая когда-то была огромной рекой и впадала в Каспийское море, ныне уменьшилась в размерах своих и почти полностью оказалась поглощенной кучей непереносимого песка и болтистыми озерами в Каспийской степи, прежде именуемой Кунистаном, по той причине, лишь когда волны Каспийского моря, поднятые буйными ветрами, прикрывают ее берега, а сама река непомерно вздувается тающими на Кавказских драх снегами, воды, как море, так и рек, соединяются. Но такое сочетается случайно очень редко. Название Маджар на некоторых татарских диалектах означает каменное строение, а Кирх Маджар, под которым этот город был известен соседним татарским народом, означает дословно место многих сооружений. Исходя из описаний Гульденштейнта, посетившего город в 1773 году, нет сомнения, что тот когда-то был великолепным, и даже в упомянутый год в нем не еще оставались в сносной сохранности более 30 строений. Гмелин, один из самых ранних русских путешественников на Кавказе, был столь восхищен руинами и зданиями ученицем Коэкс тогда стал, что прозвал их развалинами великолепного скифского города. Напомню, что Маджар это нынешний город Буденовск, и там в Буденовске зона такая есть прибрежная, на берегу реки Кумы, которая сейчас просто поле, и там почти не осталось следов от города Маджар, потому что их местные жители когда там только поселились, они растыскали на кирпичи до своих фундаментов. Там и старые рисунки здесь оставались еще видны мечети 13-14 века. Но из-за беспечности, проявленной русским правительством как сохранение решимости уничтожить все следы древности в своих владениях и установившегося порядка, на который я до того ссылался, путешествия в Крыму и других местах этот город полностью исчез с лица земли. Даже немец фон Клапрад, будучи русским агентом исследовательно осторожен в своих поражениях, став свидетелем этого бессмысленного уничтожения объекта столь большого любопытства для всякого любителя древности и ценного для всякого историка объекта, являвшегося не более чем остатками древнего города на Кавказе, не смог удержаться от высказывания своего возмущения. Он приписывал полное разрушение города графу Павлу Потемкину, чей характер использовался дурной славой, быть постыдным даже при таком царском дворе, как тот, что принадлежал в Евгении Второй. Этот русский вандал, будучи губернатором провинции Каспийского моря, приказал снести все тогда оставшиеся сооружения ради строительства города и крепости Екатерина-Граф, хотя окрестные земли полны были прекрасного строительного камня. В результате мы вынуждены искать интересные, обладающие неприходящей исторической ценностью надписи и разные иные важные реки в древности в стенах нового города и форта, в коих, будучи изуродованными и испорченными, они все еще остаются, дало сказать нам, что цивилизованные варвары являются наихудшими из всех варваров. Даже расположение древнего города сегодня можно определить с трудом, если бы не покрытые мозаики и тротуар, цветные плитки и кирпичи, европейские и азиатские монеты, бронзовая домашняя посуда, золотые и серебряные безделушки, указывающие на то, что здесь когда-то жил цивилизованный человек, то можно было бы предположить, что все обширное пространство, на котором располагался Маджар, являлось кладбищем, так как здесь многочисленные фрагменты камней с надписями на них. Действительно, таковым было мнение профессора Павлоса, хорошего ботаника и минеролога, но не очень наблюдательного путешественника, сложившаяся о Маджаре, когда он посетил его в сбивчивом рассказе и дал нам описание этого воображаемого кладбища. Несомненно, он никогда не изучал каких-либо татарских или восточных летописей, касающихся этой части Кавказа, и не прочитывал вдумчиво какие-либо изувеченные надписи, что когда-то украшали общественные здания и врата древнего города. В противном случае, он никогда бы не пришел к столь абсурдному умозаключению. Может, он преднамеренно представил это описание или цензор принудил его к тому, дабы скрыть варварский поступок русского губернатора. Если это так, то таковы уж последствия у всякого написания и издания под контролем диспатичного правительства. При близком изучении этих руин, говорит Палас, русский агент на Кавказе, от которых Ельвале но не остался след, можно сделать предположение, что речь идет о знаменитом кладбище. Это было весьма отличным от описания тонкого наблюдателя, как обоминался Клапрот, посетивший Маджар во время более либерального царствования умеренного императора Александра. Этот умный путешественник несомненно подтверждает тот факт, что Маджар был большим татарским городом, был населен богатым цивилизованным народом. Это подтверждает и тот факт, что к нему в руки попали монеты, очеканенные при правлении татарских монархов, там живших и многообразные сведения, полученные при внимательном прочтении надписи иных источников, к чему я могу добавить предоставленные мне детали касательно этого интересного города от интеллигентного немецкого офицера, находящегося на русской службе и некоторое время жившего со своим полком в Екатеринограде в непосредственной близости от этих руин. Да, я еще напомню, что Маджар это, собственно, средневековая южная столица Золотой Орды. Один из крупнейших золоордынских городов с населением очень смешанного характера из местных жителей в основном. Клапрот, описывая потомков древних жителей Маджара, говорит, что они не только напоминают в своем обличии чертах лицам черкесов, но и похожи на них своими обычаями и нравами. Они, однако, не столь склонны, как этот народ, к обыкновению граде соседней племена, даже слово кража редко среди них можно услышать. Они также более трудолюбивы, кормясь главным образом земледелиями, доходами от продажи своих изделий, состоящих из одежды шали, войлока для палаток и ковров, накидок, оружейного пороха и разных иных товаров, высокооценимых на Капказе. Религиозные догматы татар прежде мало отличаются от взглядов иных соседних к ним татарских племен. Они поклонялись великому духу под именем Тагрис, а также пророку Илье, коего они называли Недо Илья. Верили, что он часто проявляется на вершинах высоких гор, коему они привыкли приносить в качестве жертвоприношения ягнят, молоко, масло, сыр и разные многочисленные плоды, что небо не спасало им. Ныне, однако, эти строгие магнитания, обращенные в ислам знаменитым турецким миссионерам Исааком Эфиньи в 1782 году. Смотрим дальше. Голова 25. Тут он продолжает поездку дальше. В долине Фандра мы разлучились с Карачаевской княжой и ее эскортом. Отсюда начинался самый трудный и утомительный путь из всех, что мы проехали на Капказе. И до нашего путешествия в течение двух дней проходило через труднопроходимые горы и глубокие горные долины из всех живых существ, доступных разве что черкесскому коню или какому-нибудь дикому обитателю лесу. Вид местности, будучи живописным, оказался почти до первобытности суровым и за исключением нескольких горных хижин полностью безлюдно. Жители со своими отарами и стыдами уже ушли в иные скрытные убежища на берегах их речек, чтобы пережить безотрадную зиму. Мы оказались также незащищены от холодных ветров и ножных гор, что высоко возвышались над нами и единственным нашим убежищем ночью от пронизывающих сильных порывов ветра, завывающих вокруг нас, был заброшенный сельский домик какого-то горного пастуха, используемый им лишь в летний месяц. Здесь не было вождя, гостеприимно встречающего тебя обидным угощением, не было министрея, дабы приветствовать тебя своей радушной песней, мы полностью оставлены были на свои собственные средства, но люди, подобные черкесам, столь привыкшие к кочевой жизни, чувствовали себя как дома, в самом неприветливом пустынном месте при условии, что им повстречается вода и дерево для костра, кое к счастью имеется повсюду на Кавказе и в большом количестве. Когда мы сделали ночной привал, первое, что предприняли, это расседлали коней и отвели их в богатое травой место, где они могли бы найти себе подножный корм и воду. Эти люди, будучи настоящими всадниками, всегда дают все необходимое своим коням и потом только заботятся о себе. Затем разводят костер, черпаки расстилают место ковра, чтобы сидеть на них, сетла используются как подушки, после развернувшись в просторные чауки, то есть буки, они погружаются в сон, исполнив свои привычные вечерние занятия. Прежде, однако, необходимо приготовить ужин, единственное, в чем эти люди, так сказать, себе не отказывают. Приготовление ужина происходит поочередно и для него каждый человек жертвует свои припасы и продовольствия. В данном случае наша экспедиция через горы сопровождалась несколькими вьючными лошадями, обремененными таким количеством провизии, какое могло бы понадобиться предоставленное нам во время поездки с помощью наших оружий. Покуда стряпается ужин, обычно состоящий из горячих ячменных лепешек, вкусные чик-клехи из рубленой баранины, риса и так далее, блюдо, напоминающее плов. В качестве дополнения к курительной трубке прежде приготовляется чашка кофе, продукт один из них достаточно редкого на Кавказе. За ними следует мед и сушеные фрукты вместо десерта, крутую свареную яйца и, наконец, освежающий шву, дабы утолить жажду. Будь о них только это, а кавканский горец больше и не требует. Едва ли какой-нибудь европеец склонен был бы презирать их, так как местная баранина превосходит всякую иную впряности вкуса, а если ружье стрелевый жирного козла, пазана или куропаток, восточное рагу, сумеем утверждать, является не самым лучшим к тому дополнением. Превосходны также и другие продукты, а их приготовление вполне соответствует нашему вкусу. Я оказал не забыть упомянуть, что этот бдительный народ никогда не продается сну или отдыху, не выставив часового. Предусмотрительность, являющаяся необходимой не только из-за беспокойной обстановки в крае, но и из-за многочисленных диких животных, что обитают в лесах, и никто не уделяет большего внимания, чем они, своему оружию для защиты. Его, каковы бы ни были обстоятельства, в коих оказался черкес, он регулярно каждую ночь чистит, и мы можем утверждать, что ни в одном арсенале мы не обнаружим оружие больше исправности. Это, конечно, является частью вечерних забот, когда он останавливается на ночлег. Ружья и пистолеты после того заряжаются и вместе с саблей помещаются у подушки, но он никогда не расстается с спящим или бодроствующим скинжалом. Завершив свои привычные занятия, он возносит краткую молитву Богу и затем преддается с ней. Полагая, что ночь прошла, а необходимое приготовление исполнено заранее, мы вновь тронулись в путь. Сперва мы обогнули основание огромной отвесной скалы, увенчанной шапкой снега, что казалось, готова была преддавить нас в любой момент, а затем какую-то тихую от подножия горы по огромной излучине, обогащающей земли, по которым пройтекало. Здесь видны были имеющие форму пирамид голые скалы, наступающие среди гигантских размеров деревьев, главным образом дубов, буков и лип. Там колоннообразные глыбы красного базальтового порфира, смешавшиеся с дикими яблоками, орехом и другими фруктовыми деревьями, сообща представлявшими собой действительно фантастическое зрелище. Обитателями этого высокогорного пустынного места оказались лишь те, кого мы обнаружили ворен с кроваво-красным клювом багряного цвета лапками, потревоженный в своем отшельническом гнезде, взмыл над нашими головами, издавая свое скорбное карканье. Орел, царь этих мрачных мест, взлетел еще выше, дабы отыскать для себя убежище, далеко от звуков шагов, внушающего страх человека. Гигантский ястреб, усевшийся, ничего не опасаясь, на вершине высокой скалы, много вззирал на то, как мы шли мимо него. В это время до нашего слуха из густых лесов, нас окружавших, долетали ручания медведя, пронзительные крики шакалы, завывания волка. Серные дикие козы прыгали с вершин на вершину, чья высота была столь высока, что эти животные выглядели подобно многочисленным белкам. В этой части Кавказа существует два весьма распространенных вида этих козлов. Одним является хорошо известный каменный козел, а другим, скитающийся стадом чудное животное, чем-то напоминающее по очертанию европейского козла, но значительно более крупное, с конечностями столь же стройными к шлевому оленю и с длинными изогнутыми рогами. Их мясо не не столь ценено горцами, как их шкуры, кое из-за прекрасной длинной шерсти всегда употребляются некоторыми племенами в качестве ковриков, когда они молятся на коленях, будучи связаны с уверием, что их молитвы при этом скорее дойдут до великого духа. Все наши попытки подстрелить этих осторожных животных оказались тщетными. Самый незначительный шорох, издаваемый нашими конями во время преодоления зарослей, даже когда мастовались от них на большом расстоянии, оказывался достаточным, чтобы все их стадо устремилось на вершину какого-нибудь недоступного утиуса. Отсюда черкесы знают, что из всех диких животных в их горах, обитающих, труднее всего изловить этих горных козлов, так как в дополнение к остроте их зрения и слуха у них, вероятно, не принадлежащие никаким ненам животным и обонянию. Это как они никогда не щеблют траву и не спят, не повернув свою морду к ветру, они способны различить врага даже на большом от себя расстоянии. Эти интересные животные, прозванные местными жителями Турами, а черкесами Ченцвамы, образуют между собой сообщество, демонстрирующее совершенно удивительную разумность и взаимоотношений. Так, к примеру, щиплю траву они выставляют часовых, чья бдительность обеспечивает безопасность их собратьям, изучая пробежение опасности. Во время их прогулок они всегда следуют за вожаком, отключающимся как своей храбростью, так и своими большими размерами и таковой является их вера во его проницательность, что прыгнем в пропасть все его спутники. Николей Брис делает то же самое. Действительно случается, что будучи загнанными охотниками или преследуемыми дикими животными, вынуждающими их совершать страшные прыжки, молодые и слабые, не способные повторить это, становятся жертвами безрассудной смелости их вожака. Цвет их очень тонкой шерсти не является постоянно одинаковым, хотя разновидность серо-белого или скорее комиссия цвета преобладает. Кроме этих животных горцы рассказали мне, что в соседних горах, где расположены истоки Карасу, Чирекьяны, Тиберды, Реона, Кубани, Ингурии, Чинестскали, глипусы древних авторов и других кавказских рек, встречается дикий баран меньших размеров и более проворный, чем его домашняя порода. Эти районы населены Карачаями, Балкарами, Гигнами или Чегемами, Урус-Хушхами и Урбийцами и другими татарскими временами, кои, вероятно, будучи очень усердными изготовителями одежды, почти полностью истребили этих интересных животных ради их тонкой шерсти, которая, если верить их утверждениям, сохраняет свой натуральный цвет, ярко-желтый или черный, не считаясь со временем и воздействием погоды. Так что мы не можем удивляться тому, что животные, дававшие столь значительный источник доходов по причине ценных качеств шерсти, почти полностью были истреблены. Будущим путешественникам и просто любопытствующим может быть интересно выяснить, а сохранились ли эти бараны написанные древнеримскими и древнереческими писателями, как принадлежавшие варварским племенам Кавказа того времени. Несмотря на разного рода изыскания, что я предпринимал с точки зрения, я не смог установить существование той особенной птицы, описанной Паласом, что якобы живет на южной стороне гор, нами сейчас преодолеваемых. Следуя описанию, она является разновидностью фазана, но значительно более крупной и прозванной Карачаями и Балакарскими татарами Чумуруком с пятью кагатхами на каждой лапке и красиво разукрашенным оперением. Говорят, что она часто встречалась в любимых турами местах, так как служит им своеобразным свистом в качестве стражи. Этот свист предупреждает туров о приближении жестких охотников. Коли это птица, следуя сообщениям, наделена такой необычной силой, остается сожалеть, что природа не назначила ей роль попечительницы робкой и интересной породы баранов, нами только что описано. Я не могу удержаться от упоминания об одном интересном стечении обстоятельств касательно племени Урус-Кушха, о котором я выше уже говорил. Похоже, что имя, под которым они известны, то же, что они употребляют по отношению к русским Урус. Говорят, что они похожи на древнерусских крестьян, в частности, имея, как они, рыжие бороды и светлые волосы, и относятся к самым древним житиям Кавказа. Но является ли их язык диалектом разговорного языка московитов, утверждать я не могу. Не способен я объяснить их родство с татарой, хотя мы должны предположить, следуя их имени, что они имеют татарское происхождение. Ну, какая-то легенда. Променево легенда. Глава 26. Всего у нас сейчас смотрим. А, ну, две главы остались. Глава 26. Мы продолжили наше путешествие по местности, напоминавшей ту, что я только что описывал, покуда наконец не достигли Чумантау, одной из самых высоких гор, связанных с горной цепью Эльбруса. Но из-за снега, уже покрывавшего вершину, мы вынуждены были отклониться от проторенного пути и обойти Чумантау с восточной стороны, ибо даже мои отважные собратья-путешественники не считали разумным пытаться совершать восхождение в такое время года. Какой же вид открылся нашему взору, когда мы достигли самой высокой леносточки, а прекрасная погода, кое я благоприятствовала нам в последние 10 дней, позволила сполна насладиться им. С одной стороны лежит Черное море, гладкий и сверкающий как стеклянная поверхность берег, равнины, мангрелии, покрытые нескончаемыми лесами, и высокие холмы и меретий, кои из огромной высоты, что мы достигли, выглядели подобно столь многочисленным здесь маловым глыбам. С другой, возвращаясь, кроме великолепного Эльбруса с его двойным пиком, который, будучи значительно выше всего, как бы господствовал надсеясь цепью гор. Скалистые вершины четырех или пяти иных прекрасных гор, вместе с многочисленными вершинами, по которым мы путешествовали последние несколько дней, постепенно спускаясь к Черному морю. Здесь мы где-то на час разбили стоянку, дабы дать отдых нашим утопленным лошадям и приготовить обед, что позволило мне исследовать красивые растения и цветы, покрывавшие эту благодатную землю. Так как, несмотря на высокогория, мы видим богатую растительность соседствующую с многочисленными снегами. После небольшого геологического изыскания, что я смог повершить, так как мой эскорт никогда не останавливался на продолжительное время, за исключением ночи, я склонен думать, благодаря часто встречающимся известком шпатам, твердым и палистым молочному кварцу и другим материалам, признакам, в особенности галькам и минеральным частицам, обнаружено в ручьях и реках, что в этих горах в изобилии имеется разных видов руда. И действительно, добытые здесь железо, селитра, сера и свинец даже сегодня используются местными жителями. Последние столь много, что одна из гор в этой части Кавказа названа татарами Исдихонгом, то есть Свинцовой горой, а черкесами Кушхатау. Судя по пластам на неровных берегах рек, можно вне всякого сомнения умы заключить, что здесь имеются большие запасы каменного угля. Что касается золота, серебра и драгоценных металлов, то мне не посчастливилось, что это обнаружить, хотя путешествовал в той части Кавказа, где, как доносят до нас древние авторы реки, были столь полны золота, что местные жители привыкли добывать его с помощью руна. Многочисленные попытки, до сих пор безуспешные, предприняты были России, дабы открыть и обладить богатыми приисками, предположительно существовавшими в этой части Кавказа. Во время царствования императора Павла, разведывавший здесь русский минералок, обнаружив высокую скалу, в коей в большом количестве было золото, заключил, что наконец нашел сокровище и поспешил в Санкт-Петербург, чтобы передать благожиданную весть императору. Этот сумасбродный монарх незамедлительно отправил графа Мурсина Пушкина, надзиравшего за рудниками вместе с целой армией горнорабочих, захватить эти неисчерпаемые запасы золота, коих, по его предположениям, достаточно было дабы ими вымастить улицы столицы. Но, увы, минералок, инспектор и монарх были обречены на разочарование и очередное подтверждение правоты старой пословицы «не все золото, что блестит». По-прежнему, надежды на эти золотые прииски Кавказа, столь часто упоминаемые древними писателями, не оставило русское правительство. И действительно, едва ли остался хоть один разумный русский на век встрече, который не был бы уверен, что однажды эти прииски окажутся для самодержца неисчерпаемым источником богатства. В предвкушении этого многочисленные чужеземцы, соблазненные перспективой обретения огромных богатств, получив сопровождение помощников и все необходимое для проведения короноразведочной экспедиции, отправлялись на Кавказ, но никогда более не возвращались, вероятно став жертвой враждебных черкесов. Такая участь дала бы, если бы судьба не благоволила к нему немецкого ботаника и минеролога М, посетившего эту часть горного хребта на побережье Бесхорта Бомборы в начале лета 1836 года. Хотя у него не было более воинственного намерения более враждебной цели, чем добывание немногих образцов минералов и цветов и сопровождением он был мощной охраной из вооруженных казаков, достаточно было уже то, что он являлся русским, в результате большая часть его сопровождения погибла от подгорцев, а его собственное спасение стало едва ли не чудом. Он находился под защитой местного вождя Шервашидзе, но влияние этого абазинского отступника закончилось, когда тот стал союзником России и ныне является изгоем, заклиненным своими соплеменниками, как изменник и подкинутый почти всеми сородичами, принудившими его искать спасение от их кинжалов под прикрытием русских пушек в Бангоре. Спустясь мы испытали большую трудность и столкнулись с большой опасностью чем превосхождение, так как следуя по извилистям изгибам небольшой горной реки Штребела в глубокое пучине, мы почти каждую четверть часа оказывались у какой-либо выступающей скалы, частично покрытой кустарниками, что позволяло нам следовать по стопам наших лошадей. Верховая езда абсолютно была исключена и столь утомительной была наша поездка, что мы достигли пункта нашего назначения в маленькой деревне, принадлежавшей сванским племенам и расположенной ниже горной долины, когда ночные тени уже затмели весь горизонт, и если бы нам не посчастливилось заполучить помощь со стороны горного пастуха, проведшего нас по более окольному, но менее опасному пути, мы вынуждены были бы на ночь разбить лагерь в каком-нибудь укромном уголке. Таков характер многих частей внутренних властей этого края, не предоставляющих вероятно самым отважным людям, когда-либо пресекавшим роднину или преодолевавшим гору безопасный пеший путь. В настоящий момент, если бы мы предприняли поездку в дождевую погоду и попытались бы продвигаться вперед, жизнь каждого из нашей группы могла бы оборваться. И хотя я часто совершал многочисленные разные трудные горные путешествия в самых недоступных районах Европы и Америки, признаю, что был искренне рад, когда мы достигли двери дома именитого старейшины, где и провели ночь, найдя в нем, как обычно, гостеприимный стол и удобный диван, на котором могли отдохнуть наши утомленные тела. Премия, среди которого мы теперь поселились, прозванные черкесами Суонами, татарами Эпсе, а грузинами Саванетами, тоже включена в конфедерацию черкесских князей и может рассматриваться как наиболее многочисленная и сильная в этой части Кавказа, занимая все горы, что простираются от подножия Эбруса до границы Меретии и Менгрелии и тем самым как бы назначены самой природой, стражем Черкесии от всякого нападения, кое может ей угрожать со стороны русских войск Грузии или Менгрелии. Поддоманно абазинцам мы можем отнести их к самым древним жителям Кавказа, упоминаемым самыми ранними и писателями. Похоже, что они никогда не были покорены, так как влияние, что оказывают на них черкесские князья, некоторые из них живут в этой провинции, проистекает более из уважения оказываемые героизмом и ощущаемой ими необходимости единения, а не из признания их власти. Если учесть исключительную природу неприступности края, населенного сванскими племенами, мы можем предположить, что его завоевание будет абсолютно невозможным, ибо он пересечен в любом направлении крутыми перевалами и опасными тесними, с примыкающими к ним высокими утесами и густыми зарослями, в коих достаточно расположиться лишь немногим решительным людям, дабы иметь возможность уничтожить целую армию. И так как эти перевалы могут в качестве укреплений стать еще более мощными, доступы к некоторым из них затрудняются каменными стенами, кои, по словам местных жителей, сооружены были в весьма отдаленные времена. Сваны, по облику своему, и атлетичные, и здоровые, ни в коем, и ни в одном из племен, среди которых я находился, люди не выглядят внешне таковыми, и, вероятно, ни одно из них не хранит сильнее сванов, узы единения и не столь свободно от междоусобных распий. Расположение их гор, граничащих Сомеретии и Менгрелии, и их собственно численная слабость, ибо они не могут выставить более трех или четырех тысяч воинов, научили их необходимости единения. Вследствие этого они гордятся, что в то время, как остальная часть Кавказа время от времени страдала от чужеземного вторжения и была брошена в хаос, пристекающий из мелкой вражды и зависти, сваны продолжали мирно, без страха и помехово сделать свои поля и пасти стада. Между Чумантау, что мы только что преодолели, и Эльбрусом всего цепи высоких гор, лежает большое ущелье, что связывает Менгрелию и Меретию с основной частью Западного Кавказа аж до самой Кубани. Этот путь мы предпочли бы тому, что пролегал на Менгрелии вдоль побережья, если бы не вожди, меня сопровождавшие, кои торопились снестись со старейшими прибрежных племен с намерением укрепить их общий союз и завершить приготовление к последующим кампаниям, а также, если бы мы не надеялись найти сбарку, дабы привезти меня в Турцию. Говоря, что доступ в это ущелье был когда-то укреплен и защищен железными вратами, от которых протянулась стена длиной в 60 лье, предположительно отстроенной Мирваном, царем Грузии и правившим этими землями за столетие дохристианской эры. Но представляется, что сегодня невиданная следа от этой стены, и так как вся территория на границах Миногребной Миретии густо покрыта очень высокими зарослями, будущий поиск какого-либо любительной древности возможно позволит обнаружить признаки ее существования. Более того, некоторые ученые турки и перцы сообщают нам, что доступ в эту долину располагается там, где его описал Щуплинин и где были сооружены знаменитые кавказские врата, столь прославленные античными авторами. Этот знаменитый историк пишет, что в землях Дидуров и Содов Верейт Осванов находятся кавказские врата и взумительное творение природы, представляющее собой скалы гигантской высоты, связанные друг с другом железными вратами, под которыми течет Дирио-Дорис. На одной стороне этих массивных врат стоит взгромоднившись на утесе замок, прозванный Куманией, столь сильно укрепленный, что способен устоять перед лицом наступления путешественников на Кавказе, утверждает, что это ущелье действительно является тем, что упоминает Плиний, но в то время как иные путешественники и многие рецензенты на это соглашаются, по крайней мере, когда речь идет о предположении. Квапард решительно отвергает эту диплотезу и доказывает, что его ущелье, образуемое Чиреком, абсолютно не соответствует тому, что описал Плиний, ибо оно полностью пересекает всю северную часть Кавказа Дальяло, что на границе с Грузией, где, говорит он, все еще видны руины древнего замка Дарьял, который, по его мнению, является куманией, упомянутой этичными авторами. Не высказывая совершенно ясного мнения, Квапард, по всей вероятности, в своем предположении оказывается прав, так как ущелье им упоминаемое соответствует в большем числе своих очертаний тому, что описывают древние авторы, чем ущелье, упомянутое Ренексом. Все еще существуют огромные блоки, превосхождение которых Квапард объяснить так и не смог. Какое сходство особенно учитывая тот факт, что названия больших рек редко столь полно изменяются, чтобы не оставлять никаких следов своего перволоченного имени на каком-нибудь языке. Но, когда мы касаемся жителей Кавказа, людей столь непостоянных в своем местожительстве, столь привыкших кочевать с местного места и называть свои селы, реки и так далее именами иных оплакиваемых ими воинов, то мы можем вполне предположить, что название Дериодорис было изменено на черек имя какого-то победоносного вождя. Ренекс, говоря о своем ущелье, утверждает, должно быть очевидным каждому путешественнику, что порта Кумана на южной стороне была прорублена человеческими руками и что эта огромная долина сформировалась благодаря работам грудокопов и, вероятно, богатые галереи и шахты лишь забиты землей, дабы не быть обнаружены. По его мнению, именно из этого ущелья древние снабжались высокого качества золотом. Кстати, тут он еще указывает, что древняя крепость на пути к Грузию эта интересная память к актичности был полностью разрушен русскими во время строительства большой Владикавказской военной дороги. Так как, продолжает он, если верить античным описаниям, драгоценного металла в этой долине было в таком изобилии, в столь хорошем количестве, в большом, столь легко добываемого, что хватало немногих людей, чтобы заполучить упомянутое количество золота и серебра. Русские поиски малейших следов этих необычных приисков до сих пор остались безуспешными. Но то, что золото существует в горах, мы можем, как я думаю, предположить, исходя из того факта, что этот ценный металл часто встречается в ручьях и реках после больших дождей. И с вами до сих пор используют ли его добывание овчины. И последняя глава, глава 27. Вдобавок к интересу, связанному с горами, нами ныне рассматриваемые как те, что описывают античные авторы, как изобилующие драгоценными металлами, мы склонны считать, исходя из преданий черкесов, что они также были когда-то местом обитания амазонок. Любимая тема. И действительно, мнение о том, что племя воинственных женщин проживало где-то на Кавказе, выглядит весьма распространенным среди соседних народов аж до начала 17-го столетия. Ибо Ламберти, монах, коему посчастливилось в это время побывать в Менгрелии, утверждает, сейчас, я нахожусь в Менгрелии, местный князь получил тревожное известие, что многочисленные отряды воинов в полном вооружении и хорошо снабженные всем военным имуществом вышли из внутренних областей Абказа и теперь придают огню в мечу земли московитов и горные районы Сванов и Карачаев, что граничит с его собственными территориями. Многие убитые из их числа оказались молодыми женщинами. Образцы вооружения, будучи представленными Додиану, оказались при осмотре необычайно великолепными. Состояли из шлемов, лат, набедренников и латных рукавиц, сделанных с превосходной враненой стали и столь изобретательно произведены, что совершенно податливы были каждой части тела. Латы, достигавшие талии, подбиты были ярко-красным шерстяным материалом. Как правило, не менее восхитительными были и высокие ботинки со шнуровками, украшены запонками и сияющей желтой медью. И даже их стрелы были сделаны весьма старательно и изобретательно, будучи длиной в целых четыре пяти, золоченными, зазубренными с прекрасной вороненной стали. Таково описание сеньора Ламберти. Но весьма приятно все же, что эти изысканно экипированные амазонки в действительности являлись женами и дочерьми черкесских рыцарей, кое в то время в чрезвычайных обстоятельствах сопровождали мужчин к полям сражений. Нам позволительно, также подвергнуть сомнению описанию монахам великолепия их вооружения или во всяком случае предположить, что оно преувеличено. Ибо уж больно необычный факт касательно отрядов воинов-женщин, воюющих в самом центре Московии, несомненно, стало бы широко известным в Европе. Религия сванов может быть названа видоизмененным христианством, ибо они соблюдают многие посты, предписываемые греческой церковью, и совершают раз или дважды в год паломничества к руинам некоторых своих церквей и реконим священным местам поклонения. Старик, известный своей святостью, исполнял обязанности священнослужителя, когда требовалось его на то услуги, за что он вознаграждался каждой семьей раз в год упитанным бараном. Во время празднования любых иных дней, таких как Рождество, Пасха и так далее, они предельно щедры в своем гостеприимстве, принуждая каждого странника, богатого или бедного, коему случилось оказаться по соседству, отведать их доброе угощение. Сваны говорят на диалект и менгриевского языка, а своим одеянием тогда как их обычаи и нравы мало отличаются от тех, что свойственны иным уже описанным кавказским племенам. В гостеприимстве и учтивности к хорошо рекомендованным чужестранцам, в почтении к своим старшим вождям, они никем не превзойдены. Но горе путешественнику, коему суждено вступить в пределы их поселения без какого-либо доказательства чистоты своих помостов. Единственным различием, но и замеченным в кулинарных приготовлениях, была замена почти повсеместного плова своего рода бараньим супом, подаваемого в маленьких глинных мисках, после того, как съедалось мясо. Подобно иным черкесским племенам, они все еще не знают, что ножи и вилки более чистые и более удобные средства в присылке пищи в рот, чем пальцы. Нужно признать, что когда вся наша компания сидела на маленьких ковриках вокруг огромного дымящегося медного котла одного из этих патриархальных вождей, поглощающего ее содержимое посредством своих пальцев, а хозяин нас гостеприимно угощавший вежливо указывал своим кинжалом на самые изысканные кусочки костя, ибо этикет запрещал ему самому участвовать в происходящем. Эта картина могла весьма изумить неточенного жителя Европы. Но каким бы разборчивым ни был его вкус, пусть он проскачет 4 или 5 часов без еды и питья по такому гористому краю, как Кавказ, а затем окажется сидящим без подобного котла, наполненным аппетитным рагу. Я подозреваю, что его пристрастие к вилкам и ложкам исчезнет пред больбами голода, и он найдет скромную еду горцев, столь же приятную и вкусную, как и изысканные местные блюда, приготовленные самыми искусственными современными кулинарами. Вместо вина и бузы, что, если привычно нам предлагалось в домах иных племен, где мы гостили, здесь впервые мы вдоволь угостились от них не самым плохим пивом. Я не могу не отметить, что менгрелы, несмотря на то, что легко могут достать соль у своих соседей, предпочитают в качестве заменителя кислое молоко, которое как бы более содействует их здоровью. По крайней мере, одно очевидно, что никто из крестьян в любой части Европы не свободен более жителей этих провинцев болезней, сопровождаемых сыпью, и если мы можем судить по их внешнему обличию, никто более их не имеет столь крепкого здоровья. Этот факт подтверждается преклонным возрастом, что, как правило, достигают жители большим числом повсюду видимой милой детвары. Это, вероятно, в какой-то степени связано с тем обстоятельством, что они потребляют огромное количество меда и никогда не пьют спиртных напитков, чем мы можем добавить, что они очень много упражняются на открытом воздухе. Сваны не столь аккуратны, как черкесы во всем, что относятся к домашнему хозяйству, но не столь просторные их дома, скорее являясь сущими шалашами, напоминающими лачуге татар, но и описанными во время путешествия в Крым-Татарии. Кровли, как правило, достигают уровни земли, а само небольшое жилище лежит спрятано в склоне горы, на берегах какой-нибудь речки или близ какого-нибудь редняка. Вожди и старейшины Сванов, будучи связанными с черкесовыми семейными узами, находятся в самых дружеских с ними отношениях и в целом со всеми своими соседями, взирающими на и горы, как на спасительное убежище в случае изгонания со своей территории захватчиками. В законах, обычаях и нравах они абсолютно патриархальны, живя под юрисдикцией текста Решенча, мудрости и авторитет дают право на такое к ним почтительное отношение. Долины и склоны гор, заселенные сванами, покрыты густыми лесными участками, с большими деревьями красивого красного тахус, дуба в самых гигантских размерах липы. Здесь я обнаружил, что кора этого весьма полезного дерева липы имеет огромный спрос, так как люди производят из нее летние палатки, абсолютно непроницаемые для дождя. В этих благодатных местах в большом количестве имеются очень высокие ореховые деревья. Здесь также они обычайно бульно произрастают виноградные лозы и всякого рода фруктовые деревья. Система земледелия, избранная этим людьми, мало отличается от той, что и у других прежде описано горцев. Очень схожи и их отары и стаддам. Их леса, однако, будучи более недоступными и дикими, здесь встречаются такие животные, как медведь, волк, рысь и дикая кошка. В их селах также знакомы с неопардами, которые наводняют часть Америки и Грузии. У нас мало сведений, что могли бы быть употреблены для выяснения происхождения этого народа. Суоны на черкесском языке означают жители высоких гор. Они известны в России под именем Сванов и как самые отъявленные грабители, вторгающиеся на ее территорию. Из-за недоступности природы края русские войска никогда не были способны подвергнуть их за то наказание. По всей вероятности, они принадлежали лазам, известным тем, что являются описанными еще Прокопьем и другими античными писателями Холхианами, когда-то создавшими могущественное государство, чьи территории простирались от Плазистана, Трамзона, через Гурию, Менгрелию, Меретью и Грузию по Древней Иберии. Диалекты языка последнего края остаются еще разговорными во всех этих провинциях. А так как Суоны говорят на том же диалекте и напоминают в чертах лиц своих лазов, они вероятнее всего являются одним и тем же народом. Среди иных больших племян Кавказа к северу и северо-востоку от Сванов, враждебных русскому правлению и продолжающих нападать на военную для этой Кавказскую дорогу, мы можем назвать ингушей и им родственные племена тушинцев и чеченцев, вместе с самым большим из них осетинов. Последние не столь жестоки в своей враждебности и скорее даже дружелютят своим русским соседям. К югу от них и близ Грузии живут гудно-макары, хексуры, пшавы и другие. Они никогда не подчинялись России и постоянно сносятся с черкесскими князьями и оказывают разнообразную ценную помощь. И именно с целью организации встречи с вождями этих племян мой кунак и его спутники теперь туда и едут. Что касается ингушей, я имел возможность видеть отряд этих горных воинов, который примкнул к лагерю союзных вождей на Убине и из их черт лица, роста и иных внешних особенностей сделать заключение, что они, несомненно, весьма отличаются от любого имя племени мною встречного на Кавказе. Они невысокие, коренастые, очень мускулистые. Они большая сила, одинаково пригодна для владения луком и мечом. Однако, сколь ловко они не пользуются ни тем ни иным оружием, это не гарантирует им победу в случае спортивной или боевой схватки с черкесом или абазинцем, чья превосходящая ловкость обычно обеспечивает им преимущество. Профессор Гуденштадт, один из самых бесстрастных и знающих писателей среди русских агентов, посетивших северо-восточную Чайскую Афказу и имеющий возможность изучить национальный характер и язык инкушских племен, похоже, считает их самым настоящим и ныне существующим племенем Алан, опираясь в этом мнении на несколько слов в их особенном диалете, такие как Дада, Отец и так далее. Ингуши именуют себя Ламарами, именем не имеющим иного значения, как горец, но о времени, когда они впервые поселились на Кавказе или о своем происхождении они абсолютно не ведут. Любая попытка предпринятой атаманской портой при помощи своего талантного мессианира Исаака Финди столь известного на Кавказе обратить их в ислам провалилась таким же образом, как и всякая попытка русского правительства победить их навязыванием догм православия. И теперь они исповедуют ту же веру, что и их предки с незапамятных вредной, как другие кавказские племена непроповедующие ислам очень простую ограниченную поклонением лишь одного Богу, коего они именуют Дада, Даалам и Тхалутам. Воскресенье они считают так же, как и христиане днем отдыха, но богослужения не проводятся, этот день обычно приходят развлечения. Их деление недели на дни в соответствии с тем, что существует и у других кавказских племен тоже соответствует христианскому распределению, которое, в том нет малого сомнения, они когда-то прежде проповедовали. Как доказательство мы можем напомнить, что на берегах Осая, недалеко от Верхнего Чирека, все еще находится очень древняя церковь, как говорят, точная копия гроба Господней в Иерусалиме. К этой церкви с величайшим благоговением относятся не только ингуши, но и все соседние племена, для которых они являются объектом ежегодных паломничеств, и следует заметить, что она все еще содержится на доходе, получаемой от продажи определенного количества голов скота, что выделяется каждым племенем старейшему. Эти доходы используются для продержания церкви в исправности и оказания помощи всякому ревнителю, могущему издалека ее посетителю и преступнику, пытающемуся в ее стенах найти для себя убежище. Столь свято на Кавказе отношение к церкви, что ее название произносится некоторыми племенами в знак подтверждения самых пышных клятв, и, увидев ее издалека, местные жители преклоняют свои лики к земле. Здесь он делает сноску. И палосы Клапрот, посетившие церковь, упоминает благоговение, в коем относились к ней люди, но они разнятся в оценке надписи над ее главным входом. Палос считает, что она на латинском языке составлена из готических букв, тогда как Клапрот утверждает, что надпись сделана на грузинском языке, или, скорее, говорит он, это был язык, на котором ныне трудночитаемая надпись была первоначально написана. Клапрот, однако, утверждает, что церковь построена из-за обтесанных камней, мое главным входом несколько грубо сделанных фигур, высеченных горельефом, изображающих сидящего человека, а над ним руку, появляющуюся из облаков, очевидно, передающему некое подписание. Слева расположена другая фигура, держащая в одной руке крест, а в другой меч. Справа находящаяся фигура, несет кисть винограда, свисающую с ее плеча. Клапрот говорит, что ингуши все еще хранят немногие помещения, кои, по ее мнению, приятели занимались монахами и в коих полно мощей, книг и так далее, но ни угроза, ни подкуп, и уговор не способны заставить охранников позволить человеку постороннему войти в них. Кстати, скорее всего, речь о грузинской крепости времен царицы Тамара. В этих краях, по крайней мере, она строила церкви. Я заметил среди сванов некоторых нагайских татар, столь легко узнаваемых благодаря своим монгольским чертам, поинтересовавшись относительно них, я узнал, что несколько семей этого народа поселились среди них и других горцев в Верхней Амбазии. Какой же это ничтожный остаток некогда могущественного народа, который после угасания империи Чингисхана анализ жителей обширных провинций в Европе и Азии законен. За исключением тех, кто поселился в степи молочная вода близ Азовского моря и тех, кого я описывал в своей последней работе, когда рассказывал о Крым-татарии, эти люди, можно сказать, как народ, почти полностью исчезли. Если мы обратимся к истории, то обнаружим, что нагайские татары не так уж давно правили в Астрахани, храбро сопротивляющие захвату России и даже совсем недавно во время царствия Екатерины II захватили трон Крым-татарии. Экатерины и стадами не только обширные степи от Кубани до Дона, но и почти весь огромный район Кунистана или Каспийской степи. И в доказательство решимости, с кой они действовали уверены в своей силе, в 1980 году они продемонстрировали такие примеры бунтарских чувств, что где их покорения были посланы суворов и его легионы. Этот безжалостный палач поляков должно быть рассеял их по всем углам обширной русской империи или истребил их, невзирая на возраст или пол, ибо с того времени и по настоящий день столь незначительным и жалок остаток их, что они никогда более не упоминаются в России, кроме как выродившаяся орда, состоящая из дюжины семей, примечательных лишь своей нищетой и отсутствием храбрости, как отъявлены трусы и рыболек на преследовании. На этом книга заканчивается. Предлагаю в следующем эфире закончить с Спенсером, вот этой его книжечкой последней тонкой. Это первая книга, где предисловие, первое путешествие, короткое, чтобы заполнить эту картину, его впечатлений, об обережье. И тут как раз об обережье будет. И в следующем эфире мы закончим с Спенсером. Перейдем к чем-то более короткому, быстрому, интересному и разнообразному. Ну, возможно, я почитаю Хангиревич. Ну, обсудим в следующем эфире. Что хотел сказать. Значит, предлагаю сделать следующим образом. Эфиры, которые я думал тематически сделать, я пока не на некоторое время отложу, потому что есть ряд больших проектов, которые мы можем завершить. Не успеваю просто. Поэтому мы чтение продолжим, сделаем их, давайте так, допустим, это будет вечер воскресенья и вечер среды под 20.00. В это время я буду выходить и читать книги. По субботам, скорее всего, по вечерам у нас будут эфиры в Inside Travel KLB и будем с Владимиром Бегуновым обсуждать тоже разные интересные моменты. Мы обсуждали в прошлый раз про работорговлю на Черном море. А сейчас обсудим именно как боролись эпидемиями, с чумой, вот этих минусов. Ну, то, что боролись вообще, какие были эпидемии здесь у нас на Кавказе, как боролись, как карантины были, актуальные темы сейчас. Ну, и будем расширять такую общую тематику. А там посмотрим. Поэтому все еще раз, наверное, в эфир уже выйдет в воскресенье вечером в 20.00. Ждите, там будем заканчиваться с Пенсером с его первым путешественником еще с 130-го года. Ну, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Если надумаете, пишите звук, что могу, петличка даже. как бы так сказать. Видео этого эфира тоже попадет в YouTube в этнографике, будет часть 3 опубликована, предыдущий эфир тоже сможете в любое время посмотреть. Ссылка на него есть в описании моего профиля, топ-линк, заходите, там есть фунт. По топ-линку открывается меню, и там вверху YouTube в этнографике. Вот. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Не болейте, приходите в эфир, и всем здоровья, всем удачи, всем до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok